ух что-то мы какие-то пересвечены друзья товарищи зрители всем привет сейчас я немножко нас поправлю ты можешь пока разговаривать идет всем привет вечер добрый дорогие друзья вот ну мы обычно стараемся так много подряд не стримить ибо 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 заняты все время чем-то другим вот но но сегодня так сказать я даже сказал такой чрезвычайный стрим хотя выступление персонажа которого мы будем сегодня обсуждать вы вышла где-то в начале недели в середине но знаете как бывает вот мы прошлом разговоре я рассказывал о том что нередко работая с подобного рода персонажами нужно очень внимательно слушать потому что именно через проброшенные где-то фразы они собственно говоря раскрываются ну а тут целый ролик где персонаж прям раскрылся во всей красе вот и собственно говоря всю суть вот этих вот либеральных персонажей самое главное их ориентированность эти как у них нет никакой политической программы кроме того что они как мантра повторяют что нужно значит убрать от власти путина путин уйди и кто-то новой ли видимо приди обязательно должны быть нормальные выборы при том абсолютно непонятно чем нормально от ненормальных будут отличаться вот видимо знаете надо будет старых убрать кто отвечает за выбор поставить новых значит от новой льна во и сразу у нас вот взлетят сразу справедливые выборы на следующий день вот независимые суды не видимо нужно будет тоже убрать старых судей посадить новых тоже из команды видимо и сразу вы сразу вот демократия наступит и проснетесь сразу в демократическом обществе вот ну и собственно говоря вся их риторика она из раза в раз если их смотреть она повторяется и ты и так смотришь понимаешь что ну ничего нового как бы не конкретной программы и вообще непонимание чего будет а вот а тут собственно говоря прям прям это мякотка вишенка на тортик мне больше всегда в либеральной риторике кстати говоря я уже признаться даже не знаю насколько по крайней мере тех лиц которые представлены в медиа и называют себя либеральными блогерами и либеральными политиками можно назвать либералами честно говоря те люди которые раньше назывались либералами которые были теоретиками либерализма который в целом себе представляли этот либерализм их там были это ключевые критерии либерализма они естественно менялись в ходе развития мысли но тем не менее то сейчас мне кажется что либерализм это я даже не знаю эта концепция людей которые выступают ну во первых за рыночную экономику естественно традиция во вторых за предоставление как можно больших прав и свобод ну на словах естественно они это делают все то есть вот вот эти два два ключевых момента и какой-то конкретизации за этими двумя моментами нет ну это очень печально совершенно непонятно за что они там ратают но на самом деле если послушать либералов всяких там раньше был у нас такой новельный вот то у меня всегда впечатление в риторике было но это такой винегритец из идей раннего либерализма классического либерализма и периодически там с подстрелом на скажем так неолиберализм но тут мы должны просто понимать что все мысли которые транслируют эти персонажи это конечно мысли либо это либеральные идеи западные либеральные идеи но не потому что там плохой хороший запад а потому что все мы знаем что либеральная мысль это зародилась собственно говоря вот на западе да то есть это англия франция ну в большей степени франция вот и там она развивалась если мы посмотрим на нашу отечественную так сказать вот родную пасконную либеральную мысль то мы увидим что на по сравнению с она очень молодая потому что ну чё там середина 19 века почитайте наших либералов 19 века вы поймете что не очень далеки от либералов английских каким-нибудь каких-нибудь французских это в эпохе просвещения посмотрите за что выступают выступали либералы начала 20 века всякие там кадеты тибристы ну то есть собственно говоря если в европе эти идеи некоторым образом развивались и как-то прям эволюционировали то у нас срок их развития и эволюционирования был учетом 50 лет 19 века там 17 лет начало 20 века и тут вот последние 30 лет тоже либеральная идея поэтому собственно говоря мне всегда казалось что ничего оригинального и скажем так какого-то нового они собственно говоря никогда и не несли ну а то есть просто такой вот винегрет набор каких-то тезисов которые вбрасываются по принципу за все хорошее против всего плохого так сказать без какой-то конкретики потому что ну то есть можно долго орать свободные суды независимые суды но у меня всегда возникает вопрос а как бы вот чем чем почему они независимы почему у нас суды допустим зависимы а там будут независимы ну если допустить что у нас суды там зависимые то как вы сделаете независимы у вас там алгоритм действий есть идиотов собственно говоря по пунктам или вы просто этот вбрасываете то есть вечно вброс какой-то идет каких-то выкриков нет не просто выкрики часто когда они отвечают на эти вопросы у них ответ выглядит примерно следующим образом ничего придумывать не надо на западе уже есть более-менее рабочая модель демократии которую нужно россии просто взять и слепо скопировать все уже придумали нужно изобретать велосипед меня вот этот второй момент который хотел назвать при меня всегда удивляет в современной либеральной риторики это как бы так сказать ну помимо отсутствия них программы что тоже правильно сказал это какой-то очень точечный что ли подход к рассматриваем явлением событиям иными словами когда мы говорим о россии российской федерации мы используем там условно какую-то одну линейку когда мы говорим о тех же самых явлениях в соединенных штатах америки мы почему-то берем уже совершенно другую линейку когда мы говорим там об условном израиле мы используем третью линейку то есть совершенно во-первых однобокий подход во вторых он предвзятый категорически предвзятый каждый раз например когда мы сегодня комментируем специальную военную операцию мы значит вещаем о том что необходимо всех российских политиков связать и утащить в гаагу почему-то мы не предлагаем утащить в гаагу людей которые совершали военные преступления во вьетнаме и когда мы комментируем эти военные преступления во вьетнаме наши комментарии опять же выглядят ну некоторым образом из разряда ошибочки системы и политики совершали ошибочки почему в одном случае ошибочки в другом случае военные преступления и если вот так придираться к частностям то противоречие и предвзятый подход он сквозит практически по любому вопросу и вот это больше всего раздражает и раздражает что зритель который смотрит этих либеральных блогеров он не задается этими вопросами опять же исходя просто из комментариев которые у них под видосами пишут в огромном количестве и это блин ненормально я здесь добавлю что опять же вот мы скажем так вот у нас в рубрике красный чай выходят некоторым образом такие политические просветы где мы немножко говорим про организацию политической власти вообще в европе приводим какие-то примеры и мы должны понимать что там вообще все вот некоторым образом очень специфично я приведу один пример это германия федеративная республика германия а вот об этом не расскажет катс он уже не знает ну или потому что это некоторым образом наверное не впишется в линейку демократизм так вот начнем с того что федеративной республики германия действует уголовное уложение 1877 года редакция вот и процесс в уголовной германии если у нас в российской федерации он называется смешанный то в федеративной республике германия он в чистом виде является разыскным то есть да там есть адвокаты там есть понятно прокурор но скажем так как функция суда установить объективную истину и установить эту истину по делу то статус адвоката например очень интересно формулируется своим уголовно-процессуальным законом адвокат является всего лишь помощником суда установление данного вопроса и вообще уголовный процесс германии например отрицает состязательность сторон представляете да а это демократическая германия если так копнуть в той или иной стране увидим что там конечно в каждой есть определенная специфика вот да банально например суд присяжных которым все сейчас носятся почему-то немцы в 19 веке когда писали свои уголовные уложения не стали полностью заимствовать суд присяжных оставили свой старый добрый средневековый суд шифенов сказали а зачем нам придумывать и просто брать и копировать этот ваш суд присяжных если у нас есть средневековый традиционный суд шифенов это то есть это кто такие это наряду с профессиональными судьями в суде участвуют в качестве судей выступают непрофессиональные юристы сказать вот представители от народа которые вот вместе с судьями осуществляют правосудие вот и таких примеров очень много не знаю давайте вот как в англии мировые судьи они не имеют юридического образования давайте сделаем как в англии то есть как бы про просто почему потому что потому что как в англии что вот или или как то есть опять же практика показывает что слепое копирование она вообще ни к чему как правило не приводит хорошему это можно долго про присяжных в англии рассуждать там бесконечное количество про то как устроена уголовная система в соединительных штатах там вообще своя специфика мы просто должны взять все скопировать и проснемся мы в демократии бред какой-то болезненный то есть как бы достаточно наговорили для того чтобы уже собственно говоря перейти для того чтобы уже начать сейчас я сделаю что всем было видно выдам по наушничку мы будем глядеть и параллельно комментировать то есть мы специально товарищи всем привет там нам чате пишут привет 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 всех очень рады видите по ходу какие-то вопросы если будут задавайте мы будем периодически прерываться на ответ да соответственно по понятным причинам тут собственно говоря ни к чему готовится не нужно было тут как раз персонаж раскрывается сам во всей красе никаких тайм-кодов лучше нас скажет сам кат единственное что конечно мы будем его останавливать и некоторым образом давать свои комментарии акцентируя вот блеск данного персонажа потому что если посмотрите мы вообще каться по моим один раз только касались потому что хочу его разбирать но он несет все время одно и то же иногда смотришь его роли кажется что ты где-то уже это слышал там где-то одно и то же он несет никакого интереса не представляет по моему вот этот ролик ну давай уберем так и товарищи если будет какой-то сильный диссонанс по звуку у нас и по звуку видео тоже мне скажите я поправлю тенскими элитами ты дискуссия о письме в поддержку фридмана которая как выяснилось подписали основные руководители в быка и даже илья яшин натолкнула меня на высоль поговорить о проблеме взаимодействия адекватных российских политических сил с текущими путинскими элитами ты не только с элитами а вообще со всеми кто хоть что-то практическое делает сейчас в путинской россии поэтому сегодня попробуем с вами этим и заняться скандал между алексеем венедиктовым и фбк помимо прочего выявил оторванность значительной части публики от реалий путинского режима каковая оторванность в практическом смысле нам всем очень вредит ведь если мы посмотрим на отношения московской мэрии с алексеем венедиктовым с точки зрения этических стандартов принятых в ведущих западных сми то это действительно скандал и действительно никуда не годится дело здесь совершенно не в мнимой сверхприбыли дело здесь в конфликте интересов но не может главный редактор главного московского сми состоять в коммерческих приятельских родственных в любых отношениях со своим главным ньюсмейкером ни в каких не может кроме сугубо профессиональных кроме как журналисты и ньюсмейкер и дело не в выгоде дело в том что любые человеческие отношения накладывают отпечаток очень сложно сегодня выкатить сокрушительный материал расследования а через день как ни в чем не бывало завтракать с его главным фигурантом но мы с вами понимаем что речь то не о великобритании что в реалиях путинской россии все работает с точностью да наоборот главный редактор крупнейшего московского сми не может не состоять в предельно близких отношениях со всеми своими ньюсмейкерами вот администрации президента до мэрии москвы потому что для него они не столько ньюсмейкеры сколько люди которые могут его самого и его сми прихлопнуть просто как муху но чуть сложнее так поступить когда ты имеешь дело не с абстрактным главным редактором а с человеком который регулярно пьет с тобой вискарь и сегодня я постараюсь объяснить почему мы обязаны дисконтировать поступки людей на реальность путинского режима не потому дисконтировать что кто-то из них нам нравится и кого-то из них нам жалко или кто-то из них там симпатично а потому что мы никуда друг от друга не денемся и будущее нам строить с теми людьми которые есть мощный заход мощный старт ну то есть вообще на самом деле вот обратите внимание две минуты разговоров ни о чем то есть у каца нередко это можно заметить такая особенность и полу то есть это наверное знаете такой по политтехнологических ход то есть ты вынужден досмотреть эту дичайшую шляпу до конца чтобы понять что тебе хотят донести поэтому очень долго он раскачивается может там не знаю какой-нибудь пример вернуть вообще оторванные от современности и вообще никак и тут собственно говоря начинается о том что нам от них никуда не дистанцироваться и это кстати довольно парадоксально потому что он из материала в материал повторяет мысль о том что никакого сотрудничества с людьми которые находятся во взаимодействии с путиным которые поддерживают его в реализации его политики неважно будет то специальная военная операция или в целом то что происходило в стране последние 30 лет значит никоим разом нам с этими людьми контактировать нельзя исключительно их место в гааге фир или по крайней мере на скамье подсудимых у прекрасного российского суда будущего за все их преступления а здесь оказывается нам от них никуда не деться еще это вдруг риторика то изменилось да давайте смотреть не поняли не понятки так сейчас я посмотрю нам там поддержка прилетела товарища на ним спасибо власть владимира путина двумя ногами стоит на одном простом факте вся топ-1000 российских чиновников практически весь российский список форбс люди владеющие в россии властными и финансовыми ресурсами с точки зрения уголовного кодекса преступники допустим завтра кто-то начнет задавать им вопросы а можно некоторым образом опираться на действительность когда ты об этом говоришь я ничего не хочу сказать я никого не оправдываю но если ты называешь людей преступниками причем и берешь просто собирательное существительное вкидываешь его сообщает что все они преступники совершенно непонятно кто все хотя бы один приговор суда есть я тут немножко с другого боку зайду ведь даже наш уголовный уголовно-процессуальный закон содержит например обвиняем подозреваем лицо статус скажем так преступника получает только после вынесенного обвинительного вердикта и так принято во всех либерально-демократических странах вот когда соответствующий суд вынесет решение не признает лица тогда ты имеешь право его таковым называть как-то это не либерально-демократично вот как-то 6 ты же весь такой либеральный либерал же же топишь за ценность что что людей преступниками без доказательных без решения суда называешь как-то это не бьется не должно это биться это кстати здесь можно провести параллели с тем что либералы и провоки они очень любят рассказывать например о том что преступниками являлись и большевики конечно это у них прямо любимая опять же собирательные большевики мы вкидываем сообщаем зрителю что все они преступники совершенно не пытаясь апеллировать какому-то конкретному тому уголовному делу и решению суда вот вот прекрасно ты это очень люблю очень топорная пропаганда прям прям вот как они обзавелись этими дворцами банками заводами яхтами и нефтевышками при каких таких обстоятельствах они поглотили ту или иную компанию получили льготный кредит от государства или госконтракт без конкурса как они платили налоги как оценивали активы какие сказки рассказывали акционерам какими методами вели конкуренцию и здесь фишка в том что ну скажем с наверно с точки зрения каца и да и в целом действительно то как значит у нас капиталисты приобрели собственность вот может быть с нашей точки зрения проявляется преступлением но с точки зрения законодательства это может быть все оформлено очень красиво и к ним может быть даже совершенно не придать не придраться с точки зрения современного российского законодательства очень четко все можно сделать по бумагам и все это прекрасно понимаем я тут просто добавлю еще какой момент вы вот внимательно слушайте смотрите с чего начинается заход они все преступники и дальше начинается нагнетать что они как они получили какие неплохие писать какие-нибудь мерзкие вот они тут им государства угла там в обход законов бубу буля ля 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 ну а дальше вы увидите несмотря на все на это что будет это первым и второй момент знаете меня тут приходит в голову пару примеров вот был такой 2 2 например так вот с точки зрения английского законодательства преступником не был с точки зрения суда который осуществил парламент его признали преступником то же самое с людовиком шестнадцатом который луи капит судили судили уже не как короля судили его просто как гражданин и вот его судили и вынесли ему решение хотя с точки зрения закона франции того времени и действующей конституции он нередко на нее ссылался он говорил я все делал по закону какие вопросы и то же самое с николаем вторым как это не парадоксально и ленин владимир ильич настаивал на революционном суде на ним по революционным законам собирались документы его нужно было не просто к стенке поставить а судить с предъявлением доказательств есть все эти как она происходит люди которые по законам своей страны преступниками не являются потом объявляются по революционным законам таковыми оказывается все эти и все злобные революционеры оказывается понимают понятие законности пусть революционной и не просто так всех казня интересно так о чем мы говорим в период гражданской войны элементарно такие горячие события мало кто там вообще мог бы разбираться что кого куда просто всех значит условных белых к стенке стрелять нет большевики реально собирали доказательства и все такое как бы по не чужды были оказывается законности у нас есть максим кац которому в общем несмотря на то что он там рассказывает о прекрасных западных демократиях бросается огульно обвинять всех в преступлениях честные ответы на эти вопросы все равно что явка с повинной и это не баг это фича это сделано совершенно сознательно в стране не должно быть вообще никакой легитимной собственности больше ларька с шаурмой никаких законных статусов не должно существовать чистых чиновников высокого ранга правила жизни в системе должны прямо противоречить закону именно это делает всех этих людей лично зависимыми от путина они должны понимать такому закону противоречит существование в системе современной российской он говорит что система таким образом устроена что если ты соглашаешься в ней участвовать ты нарушаешь сразу же закон какой закон ты сразу нарушаешь если все мы знаем что зачастую нормативно-правовые акты создаются под конкретные ситуации под конкретные махинации и получается с точки зрения этой нормативки они вполне себе законны все эти действия которые проводят на жозе мы неоднократно говорим что и законы создаются с той целью чтобы обслуживать в данном случае интересы чтобы даже и даже если условно мы это назовем с точки зрения непонятной правовой логики это выглядит как преступление с точки зрения формально закона это преступлением не являлась поэтому я не знаю вот знаете как это с точки зрения мировоззрения кация не знаю является преступлением нет он хорошо ну тонн так заявляет ну так тогда пусть приведет международные конвенционные нормы которые нарушаются у него такое иногда бывает просветление когда видимо более профессиональный человек ему пишет там что-то он какие-то конвенционные нормы называет который по мнению этого человека нарушен так гражданин просто идеалист у него в голове есть какая-то идеальная картинка правовой системы и он начинает подгонять все происходящее под эту идеальную картинку не опускаясь на грешную землю если у путина испортится настроение если путина сменит любой другой человек то достаточно будет просто щелкнуть выключателем мы запустить для элиты общие правила и они тут же разом всего лишаться статуса активов и свободы причем сбежать за границу тоже не выйдет ведь преследовать их будут не за оскорбление его императорского величества и не за критику войны и не за митинги а по банальным общеуголовным статьям содержание которых повседневный образ жизни российских элит инфантильна ли это лояльность когда между твоим персональным лувром в барвихе и одиночной камерой в черном дельфине стоит человек который обязательно умрет а еще может сойти с ума или утратить трудоспособность иным образом когда ты ездишь на бронированном мерседесе с охраной но поставил свою жизнь и свободу в зависимости от одного маленького тромба в чужой голове конечно это инфантильное поведение если бы эти люди вели себя как взрослые если бы они понимали очевидные последствия своих поступков наша страна не оказалась бы там где оказалась но по состоянию на 2023 год в котором мы с вами живем очень интересная мысль в курсе что скажем так по логике каться во всем виновата и вот это вот кучка людей которые являясь инфантилами довели нашу страну до этого никаких объективных предпосылок никакого сложного процесса гибели и умирания ссср никаких скажем так действий со стороны этого самого капитала никаких действий со стороны государства просто к власти пришли народного сообщества классе пришли инфантилы и значит которые все преступники и так как они инфантилы мы пришли к тому к чему пришли вот и стоят а вот обоснование по кацу исторических процессов от глубина аналитики у него в принципе все такое да я до сих пор нахожусь под впечатлением когда он очень часто говорит о том что какие-то там военные действия в том числе первая мировая война началась потому что тут случайно получилось он говорит это горит никому еще горит никому непонятно почему случилось первая мировая никому непонятно в учебниках за 9 даже класс пишут что на империалистические до сих пор и и и указывают причины конфликт акацию непонятно ну хоть учебник почитал по истории разговор в духе что же вас талопа сотворили куда вы страну привели мало конструктивны мы говорим о людях которые с одной стороны понимают не могут не понимать куда все пришло и куда идет дальше как это не они не могут не понимать они инфантилы они не как раз и не понимают и сам себе противоречишь они понимают что при пути не война не закончится но и вечно продолжаться тоже не может что перемены это вопрос краткой или среднесрочной перспективы а с другой стороны эти люди обладают достаточным риск вот это очень интересно на эту мантру повторяет постоянно средний краткосрочной перспективы течу из кремля что сводки приводит его счеты то есть а вот вся аналитика по кацу это знаете как получается эта мысль в сброс брошенной 153 миллиарда раз становится истинной то есть если ты 500 раз сказал о том что это краткосрочная среднесрочность перспектива значит она такая и будет то есть people именно то есть это типичный но мы сейчас не конкретно об этом ролике вообще наверно обо все это общая методика такая надо постоянно одно и то же повторять вот просто из разы в раз бездоказательно и те кто смотрят уже просто потом начинают верить они для них это тоже как и для него очевидно ресурсом чтобы эти перемены как ускорить так и затормозить а значит именно эти люди должны быть адресатами того что мы говорим все закрываем раскрылся а значит капиталисты которые олигархи находятся у власти должны стать адресатом того что мы говорим не народ земли народ не 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 именно они понимаете в чем дело это вот это вот представьте себе вот знаете как это очень забавно когда всякие либералы говорят за то что там что-то должен сделать народ что мы все это для народа вот во франции живут люди хорошо у нас тоже должны как во франции люди жить хорошо и так далее и тому подобное и а тут прям прям понятно кто в их понимании народ и собственно говоря для кого они все это делают либо ну в данном случае речь пойдет о современных олигархах которые уже находятся у власти но видимо как бы раньше то не боролись за тех олигархов которые у власти не были пытаясь их туда притащить ну давайте слушать что он предложит здесь заход звучит как ну вот граждане российские капиталисты граждане российский олигархат но может быть все-таки договорняк какой-нибудь мы вас очень просим мы готовы с вами все за стол переговоров обращаемся я вот вам значит со своего канала в миллион семьсот тысяч подписчиков это заявляю вот можно сказать мы придем к власти и всех вас сволочей перевешиваем да нет в эту точку ратишка ты вот повторюсь из материалов материал рассказываю что вы придете к власти всех пересажаете чего происходит то что тебе методичку что ли переписали а то такой знаете все да 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 он же постоянно говорил с ними во-первых смотрите с ними никаких не может быть разговоров а сейчас он обращается к ним и во-вторых до разговоры только было всех мы всех там все пересмотрим всех там посудим все там это а тут теперь мы обратите мне мы придем к власти это истина который видимо скоро начнет повторить это это новый как это молодежь детей это новая мантра которая начнет повторяться из разу в раз мы уже придем к власти кто такой вообще ты кого представляешь кого мы это ты и твоя редакция что ли к власти придут или что за тобой трудовые массы стоят народ стоит кто вы ты и те кто тебе деньги платят что ли я понять не могу но это путин и мы сам скажу это без нас так мол и так без меня вас всех перевешивают я ваш последний надежда или можно сказать не совсем иное можно поступить так же как поступили грузинские реформаторы в началь нулевых в дореформенной грузии налоговыми преступниками было примерно сто процентов взрослого населения страны были люди и компании которые уклонялись от налогов а были те кто просто вообще не знал о существовании в стране налоговой системы примерно также обстояли дела с коррупцией любое взаимодействие с государством от полицейского директора школы до министров предполагала вручение наличных в конверте такие были исходные данные новое правительство могла сказать мы сейчас вспомним все ваши грехи за постсоветские годы возьмем с вас все неуплаченное и посадим каждого кто в прошлом завевал на налоги только если бы реформа началась с такого правительство не продержалось бы недели команда саакашвили под командованием кахи бендукидзе поступило иначе они сказали с нового года у нас новая жизнь мы поменяли налоговая законодательность смотрите заход переводя на русский язык смотрите вы ну там грузинский бизнесмен своих миллионов вы добились немножко преступным путем и лан и сады как он хитро говорит ну там какие-то налоговые махинации что там зайти на сдать и вы такой на такой вот крупный бизнесмен который ну так немножечко там что-то утаил так тут что-то миллиардик там где-то своровал тут что-то знаете вот как цыганский бизнес анекдот он же не рассказывает о том что получается по факту для добычи собственных капиталов осуществлялась жесточайшая эксплуатация увольнения рабочих которые может быть с голоду там перемерлили еще что-нибудь а возможны и чистой воды преступления поджигание машин конкурентов расстрел конкурентов убийство конкурентов вот вся эта жесть вообще которая да 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 то есть вот вся эта жесть а мы все знаем там да что это жесть да и он предполагает и он говорит о слышите как поступили мы это все не видим мы вас прощаем то есть то что вы форменные были преступники настоящие бандиты открытые которые людей убивали делили бизнес не просто там немножко денег утаили от государства а реально осуществляли ну натуральный бандитизм и все остальное значит мы вас прощаем причем мне нравится как он классно приравнивает но вот если да неважно мы можем так сказать практически любой по советской стране как он приравнивает тех людей которые присваивали капиталы в огромных масштабах и обычных грузинских граждан говорит вот вы преступники по сути занимались преступной деятельностью когда значит присваивали себе предприятия и вы преступники люди которые не знаю жвачку в киоске украли и из-за безденежья да или там налоги не заплатили потому что ну блин ну дали с мелким бизнесом заняться чтобы с голоду не помереть там челночили еще что-нибудь делать значит и вы преступники ребята и вы преступники масштаб нас не интересует вы вас всех прощаем прекрасно а почему нельзя было ну ты не знаю какой-то заградительный барьер установить что вот вы люди которые занимались вот такого масштаба преступной деятельностью практически в национальном масштабе вас мы будем судить я тебе так скажу это мысль меньше с голову пришла но очень интересно она связана с французской революции опять же обратите внимание смотрите как получается власти в новой франции пришла действительно новая власть буржуазия использующая в своих интересах но французский трудовой народ так с кем боролась буржуазия с вариантством и поэтому они их как хотели что с ними хотели то и делали ну потому что происходило смена с феодализма на капитализм кто вступится за дворянство кто за них впишется никто поэтому делай с ними что хочешь а тут же смотрите как интересно мышь ничего не меняем мышь убираем от власти 1 и сохраняем капитализм с капиталистами сохраняем их капиталы поэтому как мы капиталистическая власть с капиталистами будем бороться мы не будем с ними бородим договариваться мы будем договариваться и все им проще ну и далеко чего ходить даже самая советская власть потому что происходило власть забрали у феодалов и буржуазии передали и трудовому народу и трудовой народ им сказал так 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 погодите ка значит вы настолько лет эксплуатировали, издевались, пороли. Значит, и мы вам все это простим? Прости и отпусти, что ли? Нет, мы вас будем судить революционным судом, и будем у вас все забирать, потому что все это создано нашим трудом, и оно нам поэтому и принадлежит. Ну нет. Нет. Грузинская власть поступила мудро, и всем все простила, и со всеми договорилась. Да, да, да. Товарищ Таун, нас поддержит. Спасибо огромное. Я снова врываюсь со своими дурацкими комплиментами, чтобы не повторяться, скажу, как принято у молодежи на сленге. Виктория, вы мой краш, в восторге от вас. Спасибо. Чем приятно. Вот это дезорганизатор. Это в прошлый стрим еще. А, все, все, я. Думаю, может, не прочитали, человек обидится. Давай включай. Вот, а, это последняя мысль по этому поводу. И он вот, когда сейчас этот ролик снимает, выкладывает, он ведь проводит ту же самую мысль. Он хочет, чтобы они, как грузинское правительство в свое время пришли к власти, ничего не забирали, никого не судили, а просто со всеми договорились. И его это вполне устроит. И они все забудут преступления, там, я не знаю, против народной собственности, военные преступления, как они утверждают. Они сразу все забудут. Только пустить, пожалуйста, к власти. И самое главное, забудут про народ. Народ тут ни при чем. Он к нему и не обращается, ты вообще забудь. Забудь. Тебе сказали уже забыть. Теперь оно понятное и простое. Приняли законы о борьбе с коррупцией. Но теперь все живем по закону. Немедленно. А что там у вас было раньше, все ваши прежние грехи объявляются цветным сном. Вы можете прийти в налоговую, забрать свое дело и хоть сжечь его, хоть в рамки дома повесить. Причем это не фигура речи, реально было именно так. Так было в Грузии. И так, если мы хотим в реальном мире добиться каких-то изменений в позитивную сторону в России, нам нужно сделать и у нас. Все. Все. Все пояснил гражданин. Да. Я тут просто хотел сказать, очень интересно получается. Он говорит о том, что приняли закон о коррупции. Так у нас тоже есть закон о коррупции. То есть, понимаете, вот это вся логика такая. У нас есть закон о коррупции. В Грузии его приняли, все поменялось. У нас он есть. Значит, у нас тоже должно все поменяться. Давайте сейчас посмотрим на Грузию и на отсутствие в Грузии коррупции. Давайте. Давайте. Давайте дальше. Нужно будет сказать. Да, уважаемые господа, министры, олигархи, депутаты, сенаторы. За вашу прошлую жизнь положен большой уголовный срок. Вопросов нет. Да, огромная доля вашей собственности приобретена на таких условиях и при таких обстоятельствах, что о каких-то правах на нее вообще смешно говорить. Но мы понимаем, что вы играли по тем правилам, которые были предложены. Нарушение закона не является для вас самоцелью. Это просто производная от вашего места в системе. Понятненько. Вы смотрите, он уже им оправдал, уже все понимаем. Он за них им уже оправдательную речь подготовил, сказать, ребята, мы вас прощаем, потому что, ну, такие обстоятельства, вы под эти обстоятельства прогнулись, вы вообще, цель-то денег было заработать, а не преступления совершить. мы все понимаем, мы уже, мы, вот, знаешь, ты хочешь сказать, вот он им уже прям речь написал, что им надо сказать. Главное, как начать каяться. А у нас нет цели ни с кем расправиться. Нам просто нужно вместе подумать о будущем, у которого есть, в общем-то, два варианта. Так. Вариант первый. Так. Вы ничего не делаете, наслаждайтесь своими дворцами, самолетами и яхтами. Вы убеждаете себя, что Путин бессмертен, что он всегда выкрутится из любой ситуации, что случится чудо и можно будет жить по-прежнему. В таком положении вы доживаете до какого-то неизбежного конца, политического или физического, или Путина, для вас это не так важно, а потом попадаете в будущее на совершенно непредсказуемых условиях. В каком положении будет страна? Кто первый успеет добежать до трона и что сделает с остальными? От вас в таком раскладе зависеть это все не будет. Есть вариант? Почему? 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 Почему так? Почему так? Аргументы есть какие-нибудь? Ну ладно, так. Почему система просто не может самосохраниться? Нет, ну у нас с одной стороны, как бы учитывая, какая создана в Российской Федерации система, а система она очень интересная, но это мое субъективное мнение, она построена по принципу, когда очень многие процессы и вопросы завязаны на президенте, то есть на Путине. То есть в чем проблема этой системы? С одной стороны, эта система более контролируемая, когда все завязано на одном человеке, ну как там, не знаю, при абсолютной монархии, например. Но тут есть один большой нюанс. Когда из этой системы по объективным причинам, ну например с возрастом, выбывает вот этот вот самый персонаж, главный там, да, то начинается полный кошмар, потому что существующая раньше вот эта вот система внутренних сдержек и противовесов между разными органами власти, разными представителями капитала, которая осуществлялась за счет вот этого человека, она перестает существовать и начинается так называемое безвремение, межведомственная борьба, борьба между отдельными кликами олигархата и так далее. Он про это как бы говорит, что это однозначно будет, будет там передел, еще и так далее и тому подобное. Но вопрос-то ведь заключается в том, что так это нормальное явление. В период безвластия, или грубо говоря, не в безвластие, а в период как бы вот ухода на второй план такого, это исторически нормальный процесс. Почему в результате этого исторического процесса они все, то есть большая часть их там не устоит, а будет выведена в утиль, откуда ты решил? Может наоборот, они устоят и всех остальных выведут в утиль. История знает множество примеров, когда правящие элиты даже после этого оставались вполне себе у власти и просто в конечном счете приходил там новый монарх или новый президент, который опять устраивал всех и система продолжит существовать дальше. Почему их обязательно ждет полный коллапс? С чего бишь это он взял? Какие ваши аргументы? Ну, потому что нужно убедить зрителя, что вот все, крах государству. Ему крах в любом случае очень скоро, если не придут спасатели. Спасатели. Спасатели с Кацем во главе. У нас много спасателей. В прошлый раз про одни говорили, с вами про других. Вариант второй. Вы пытаетесь приблизить будущее и организовать его наступление на своих условиях. Да, возможно, вам придется расстаться с частью своих активов, выплатить приватизационный налог, перетерпеть аудит всей вашей деятельности за путинские годы. Но на этом все. Никакого уголовного преследования тех, кто напрямую не... Вот мразь, а. Ну мразь просто. ...частен к развязыванию войны и военным преступлениям. Никакой тюрьмы, никаких ограничений, никакого разорения. Те активы, которые у вас после аудита и налога останутся, а это больше денег, чем вы сможете потратить за 300 жизней, все ваше. Вас... Все ваше, ребята. Вот это же... Все ваше. То есть то, что вы все это награбили жесточайшим образом, продавая государственное... продавая национальное достояние ресурсы, грабя народ, выжимая из него последнее, разрушая экономику, уничтожая промышленность. Мы все готовы это вам простить, и это все ваше, понимаете? Причем самое забавное, что либералы уже на протяжении многих лет говорят о том, что все вот эти роскошества, которыми пользуются капиталисты, они украли. Они украли у народа, и они регулярно обращаются к российскому обществу и говорят, у вас украли. А сейчас вы, как будто, я не знаю, представляете интересы народа, и от имени народа говорите, ну забираете. Ну вам прощаем. Пожалуйста, берите. Мы от лица народа вас прощаем. И то, что все украли у народа, все останется у вас. Они же постоянно говорят. А схренали. Ну да. Вы у народа не хотите спросить? Они хотят им простить. Это все. Эти капиталы и отдать им в пользование. Продолжить. Ну тут уже понятно. Уже сказал, что народ-то тут никому не интересен. Ну, какой лицемерий, а не поражает. Каждый раз. На самом деле, мне вот кажется, я не знаю, этот стрим нужно будет либералам просто высылать вообще, чтобы они смотрели. Потому что всю вот эту вот обычную, обычных этих, кто смотрит этих либералов, начиная там, я не знаю, от школьников, заканчивая взрослыми людьми, их просто в этот момент, вот этим роликом, всех продали. Просто сказали, ребята, вы никому нахрен не интересны. Все, что мы говорили раньше, можно перечеркнуть. Все, что у вас, вот мы говорили, что у вас сперли, мы им все отдадим и простим. Главное, только с ними договориться. Все. То есть, как бы, ваша либеральная вся вот эта вот история, вот все, кому вы, все, кто верит к Ацу, они могут после этого понять, что Ацу глубоко и многим либералам фиолетово на этот народ вообще плевать. Их задача договориться с олигархатом, который сейчас находится у власти, чтобы самим прийти к этой самой власти и тоже присосаться к кормушке вместе с ними. тех немножко там в рамках передела, как бы. Ну, мы же пришли, нам же тоже надо как-то немножко, поэтому мы сейчас аудит проведем. А те деньги, которые хватит на 300 жизней, он это сказал, мы вам оставим. Понимаете? Вас только что, как там в фильме «Жмурки» Вас кинули, понимаете? Кинули всех, кто смотрит этих персонажей, просто кинули открытым текстом. Да все бы ничего, но преданных зрителей-либералов, к сожалению, очень сложно будет в чем-то переубедить. Они тебе в ответ на это будут рассказывать, что, ну, просто вы их неправильно поняли. Может быть, он не так выразился, или они просто сейчас хотят обмануть российский олигархат, чтобы, значит, скинуть Путина зло всей планеты. А потом, естественно, когда они придут к власти, они возьмут свои слова обратно и их всех засудят. Проблема в том, что убежденным зрителям Максима Катса очень сложно будет что-то доказать. Это какая-то, я не знаю, это парадигма, где в мире и в мире миром правят и все власть имущие это какие-то двоечники даже, не троечники. И инфантилы. И инфантилы, которые вообще нихрена ничего не понимают, которые, находясь там, я не знаю, по сто лет у власти, не поняли, как эта политическая игра работает вообще, что делать и так далее, что там каждый другого там продаст, съест и так далее при любом удобном случае, как бы. А тут они такие внезапно во все это поверят вообще. И... Не будут таскать по следственным изоляторам, мариновать домашними арестами и прочими путинскими методами, выбивать из вас признание. Нет. Ваши юристы и бухгалтеры просто посидят с государственными юристами и бухгалтерами, придут к сумме, которую нужно отправить в бюджет, и на этом все закончится. Скорее всего, вы никогда не сможете занимать государственные должности. надо же. Скорее всего. Скорее всего. Может быть. Ну, может быть, только если немножко. Сумму придется выплатить немалую. Ну да. Но все, что у вас останется, больше не будет зависеть от текущего избранного президента или от состава парламента. Все дома, автомобили, заводы и счета в банках действительно будут вашими. Вы сможете оставить их детям. А на каком основании? А прекрасная судебная система будущего, честная и справедливая, она не хочет заинтересоваться этим вопросом? Она вот так сделала, смотри. Или она тоже не очень честная? Она сделала так вот. Или это та самая эфемида, значит, у которой глаза развязаны? Да, да, да. Всю историю человечества в институтах защиты прав собственности были заинтересованы в первую очередь элиты. Люди, которыми есть что терять. Даже если твое богатство образовалось от беззакония, ты все равно хочешь, чтобы его защищал закон, записанный на бумаге и защищенный судом, который не состарится и не умрет. Молодец, тут он все правильно говорит. Единственное, что, а народ где? А, вы его уже с потрохами продали. Нахрен он вообще никому не всрался, простите за грубость. Не развяжет войну, не навлечет санкции. И вы с этим совершенно точно ведь согласны. Не зря же вы свои деньги везли на Кипр в Великобританию, где законы как раз записаны на бумаге и защищены судом. Вот и у нас так. И естественно, все эти супердемократичные страны с распростертыми объятиями встретили те самые преступные капиталы, о которых ты рассказываешь, братишка. А потом, когда политическая конъюнктура случилась, почему-то забыли про то, что у них право собственности охраняется выше всего. То есть, знаете, вот иногда такой смотришь на кац и понимаешь, что ты какая-то, ну, то есть, то есть, я не знаю, у него по логике или двойкой, или просто, ну, то есть, понимаете, либо тексты ему плохие пишут, либо он не понимает, что... Или он просто лицемер. Ну, да, да, любой вариант, как бы он тут в кассу будет. Просто как-то логика не прослеживается. Если во всех демократических странах значит, право собственности священное неприкосновенно, то почему же тогда его арестовали в чужую собственность? На каком основании? То есть, либо там суды недостаточно демократичны, поэтому арестовали и не охраняют право собственности, и ты все врешь. Вот. Либо еще что-то не так. Ну, то есть, как-то все не бьется постоянно, понимаете? Вот все не бьется. Все время какая-то случайность вылезает. Да, да, да. А это случайно, и тут случайно. Как будет? Мы государственные обязательства двами после того, как вы обязуетесь соблюдать новые правила и заплатите компенсационный налог прямо в Конституцию запишем. Ни хреносебе. Кипр будет не нужен. Такой разговор это уже не разговор за все хорошее против всего плохого. Это мы заметили. Не выгуливание белого пальто с клеймением марионеток из путинского окружения. Не пламенная комиссарская речь. Тут предлагается вполне рациональный выбор. Либо ждать неизбежного конца, либо приблизить будущее и влиять на то, каким оно будет. Обратите внимание, это еще раз вот почему народ с потрохами просто продали и вообще кат здесь раскрылся. Всем насрать на этот самый народ, за который они типа топят. А вы народу спросите, чего народ хочет? Может народ хочет, чтобы вот этот вот великий демократичный дохера суд новый, который вы придумаете, осудил преступление приватизацией. Не знаю, там, следствие какое-то провел. Всех их собрали, посадили, назвали обвиняемыми подозреваемыми, судили, чтобы конфисковали все имущество, передали его в собственность этому самому новому богоспасаемому государству. А они все, собственно говоря, расселись по уютным камерам, где нужно. А вот эти деньги, которые у них изъяли, бы пошли на строительство, не знаю, на создание новой промышленности, на создание школы, больниц. Может народ-то этого хочет. Но как-то вас всех продал. И то, что народ хочет, никому не интересно, потому что в данном случае КАЦ договаривается, я даже не знаю, я могу сказать, что такое КАЦ договаривается. Он говорит, мы, 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 это кто? Ты кого мы представляешь? Чьи интересы? Народ ты продал, значит интересы народа ты не представляешь. Мы это кто? Это кто тебе деньги заносит? Это твоя редакция из 10 человек, которые к власти придут почему-то? Либеральная оппозиция, скорее всего. Ну, я не знаю, он же не придет. То есть либеральная оппозиция же она как некая единая сила себя не выкуклила. Он, кстати, постоянно об этом говорит, регулярно в своих материалах либеральная оппозиция надо объединяться. Вот они бы по логике должны были уже давно создать правительство в этой ссылке, сформировать своих этих министров, нового, избрать этого, потом их президент, выступать от всего народа в лице этого. Это было бы вот... И желательно им бы ускориться, потому что у правоков уже есть альтернативное российское правительство. На прошлом стриме говорили, что недавно прошел съезд народных депутатов в Польше, где было сформировано альтернативное российское правительство, которое уже готово представлять интересы россиян. Самоизбранное, самопросто. Либералам надо как-то ускориться, они опаздывают. Не поспевают они. Уже оттуда надо схакивать в последний вагон очень оперативно, а то бойцовый код на лечение посттравматического синдрома после просмотра КАЦА. Спасибо огромное. Надо было донатную строку так назвать. И по поведению тех же российских олигархов за рубежом мы понимаем, что они на это готовы. Они готовы расстаться с частью своих активов, чтобы то, что осталось, было их настоящей собственностью. Слушайте, а вот этот момент я пропустил, видимо, когда в тот раз смотрел. Смотрите, они, видимо, какую-то работу с олигархами, которые уже сбежали, ведут и пытаются использовать их, возможно, кстати, их связи с теми олигархами, которые остались, через них давить на тех. Давайте это, его, значит, сковырнем и все вместе заживем. Вы вернётесь, мы вам всё вернём. А с этих придётся, ну, мзду какую-то взять. Давайте, давайте, смотри, интересная мысль, смотри. Здесь он, скорее всего, говорит про тех олигархов, которые уже покинули Россию. Вот я и говорю. Да, бросили свои... С ними ведётся работа. Он же всё время ездит, у него там какие-то... Если он с кем-то там за деньги кушает, это одно, а если он с кем-то там разговор, он же помнишь там всё-то... А говорил-то, помнишь, что мне нужны люди, которые могут обеспечить мне связи с европейскими правительствами, чтобы я мог с ними как-то взаимодействовать. Помнишь, это трудовые массы, которые понимают, что ты будешь их интересы отстаивать. А ты отстаиваешь интересы крупного капитала. Ну, понятно, с кучкой лиц договориться проще, небольшой, да, чем попытаться чаянии всего народа каким-то образом выразить. А тут он сейчас этот народ многострадальный, российский, просто продал с потрохами, вот, чтобы во власть полезть. Настоящей, уважаемой собственностью. Собственностью, на которую никто не покушается, которую никто не посчитает производной от путинского режима. Проблема сейчас только в том, что никто... О, видишь, Фридман заявил о готовности бесплатно отдать украинский Альфа-банк Киеву. Окупается. Чтобы не готов брать их деньги, даже если речь идет о помощи Украине. Да, не подлежит никакому сомнению, что все непосредственно развязавшие войну, те, кто ее вел и был причастен к военным преступлениям, кто ее пропагандировал от имени государства и просто, все они должны понести наказание. Причем для нас, россиян, будет намного лучше, если этими преступниками займется реформированный национальный суд, а не абстрактная ГААГа. Должно быть расследование... Че, ГАГа уже отказалась, что ли, их судить? Почему ты там с ГАГой это вопрос как-то пробей? Почему вдруг визапно национальный этот суд их должен судить? То есть смотрите, какое перебывание в прыжке, теперь мы русские. Какой ты мы русский? Ты где в России живешь? Ты там уехал куда-то, я не знаю. И оттуда, значит, пытаешься интересы этих самых русских представлять. То есть ты сначала нам тут рассказывал, значит, топил за этот, значит, за олигархов, что нужно договорняк с олигархами организовать, а тут, значит, внезапно мы русский народ. Подожди так. Так, товарищ Леха из Таганрога, приветствую. Вопрос касательно определения преступников. Есть ли смысл или прецеденты признания преступником умершего человека, например, Николая Второго, или можно судить только на живую? Нет, ну смотрите, сейчас это хороший вопрос. Понимаете, что тут, какое дело? Тут ведь логика вообще уголовного суда, она ведь какая? Конечно, специфика уголовного суда она везде разная. Вот, например, во Франции субъектом уголовного преступления может быть юридическое лицо. Представляете, вот в Российской Федерации только физическое лицо, достигшее определенного возраста, вменяемое, да? Но логика подсказывает, чтобы, скажем так, осудить кого-то, у нас должен быть некоторым образом субъект. Каким-то образом. А если его нет, то очень сложно. Мы в данном случае можем говорить о, скажем так, о суждении его каких-то действий, что ли? О признании подобного рода действий преступными. Мы же не будем с вами как в это, как в средние века Святая Мать Инквизиция с задним числом умерших признавала еретиками, чтобы, в общем, с семей их потом деньги поиметь. Поэтому я, скорее всего, предполагаю, что тут логика такая. Если лицо отсутствует, смысл нам признавать его преступником. Зачем? Он никакого... То есть логика любого уголовного закона, смотрите, это пресечение, скажем так, то есть это общественная безопасность, то есть сохранение состояния общественной безопасности. То есть через наказание либо человека ограничить от возможности осуществлять какие-то общественно опасные деяния, да, либо наказать, чтобы он воздерживался от дальнейшего их нарушения. Так если субъект не может уже ничего делать, собственно говоря, смысл его, собственно говоря, там судить в данном случае. А вот признать его деяния преступными, это совершенно другая история. Вот так. следовано каждое военное преступление. Должен быть найден каждый, кто убивал или пытал украинцев. Должен быть найден каждый рубль, пошедший на финансирование войны, хоть из государственного, хоть из частных карманов. Нам это нужно не столько для того, чтобы посадить конкретных людей на долгие годы, хотя, может быть, и для этого тоже. Но в первую очередь нам это нужно для того, чтобы произошла национальная рефлексия, осмысление произошедшего. Что? Ведь главное наше... Понимаете, вся вот эта вот история с каким-то судебным процессом нужна для национальной рефлексии. Ты это... Ты что несешь? Какая нахрен национальная рефлексия? Преступников... Мы сейчас не про тех, кого называют, а вообще преступников судят с одной единственной целью, чтобы перед этим обществом признать его действия преступными и наказать, чтобы он понес наказание, а не чтобы у кого-то там катарсис случился. Ты это... Вообще ты адекватен или нет? С уголовным законом все очень просто. В любой уголовный закон, цель любого уголовного закона это всегда пресечение преступного состояния и обезопасивание общества от преступных посягательств. В перспективе это принцип уголовного права любого государства. Дальше там могут быть всякие варианты. Там гуманность, размерность, ля-ля-ля. А тут для мировой рефлексии. Ты какой-то дичь несешь. У тебя же там юристы есть адекватные вроде, или ты сам юрист. Он, кстати, признан иностранным агентом. Надо сказать, что он признан иностранным агентом, там, кем-то еще, потому что мы вначале... Вообще нехороший человек. Я полагаю, что он имеет в виду, что в юридическом поле, когда мы выносим ему, преступнику, приговор, общество видит, как реагирует на это правоохранительная система, на его действия, что правоохранительная система осуждает такое действие или без действия, а значит, и мы как общество тоже должны некоторым образом относиться также к совершенному или несовершенному. В зависимости от... То есть, видимо, тут такая мысля была им только что. Прокинута. Сложная. Который не пояснил. Делать так, чтобы война не повторилась ни при нынешнем поколении, ни когда повзрослеют те, кто вырастет на фоне поражения. Мне это интересно. А почему, вот он говорит, больше войны никогда в прекрасной России будущего не будет, если, видимо, мы придем к власти, в смысле либералы, все будет в общем мир... Чики-пуки. Все будет прекрасно. Почему же тогда у нас регулярно на планете Земля в той или иной точке возникает какой-то военный конфликт? Ты молодец. Это, знаете, вот его послушаешь и складывается впечатление, что на планете Земля есть одна граница. Это граница Российской Федерации и Украины. Все. И там что-то происходит. А, и, ну, еще в окрестностях есть Европа, еще где-то США. Если где-то в другом месте ведется там война, то ее как будто нет. И вот у него, кстати, очень часто это можно проследить у всех либералов, что типа, ну, мы же там, вот это же Европа или это, а, ну, Азия, там какие-то писеглавцы живут, и эти люди с большой ногой, которые этой ногой от солнца закрываются, поэтому мы про них вообще ничего не будем говорить. Это кац, проснись, это перестань читать то, что эти девочки или мальчики пишут. Прими таблетки. Ну, это я не буду говорить, потому что все говорят, это забавно, свою игру. Загугли, что на планете Земля вообще везде полыхает, и люди постоянно убивают друг друга. И вот для того, чтобы везде не полыхало, нужно немножко другое сделать вообще. Социалистические силы должны на планете Земля победить, прийти к власти, тогда не будет нигде ничего полыхать. Ну, вот мы тоже регулярно говорим, часто либералы пытаются прокидывать мысль и убеждают в этом своего зрителя, что, мол, вот... Есть цивилизованный Запад. И самое главное, на этом цивилизованном Западе, в этом цивилизованном Западе, очень цивилизованные компании. Крупные компании, у которых такая, вот, знаете, очень экологичная культура, которые... Технологичное производство, высокие зарплаты, мощный социальный пакет для сотрудников, всё прям по красоте. Подовое законодательство прям как это... Да, но в то же время ему выйти вот из своей эхо-комнаты, просто оглянуться и узреть, что, например, такие компании, как, я не знаю, Apple, Tesla, я не знаю, Microsoft, что они, например, с огромным удовольствием закупают всяческую продукцию, там, не знаю, какие-нибудь там аккумуляторы, например, в которые входит кобальт, вот у нас скоро выйдет об этом ролик, а этот кобальт добывают бедные детишки в Демократической Республике Конго, добывают, параллельно приобретая смертельные лёгочные заболевания. Эти компании... Ангология. Эти компании знают об этом и, зная об этом, каждый раз, когда им, например, медийщики предъявляют, что, а почему вы используете вот так... Они каждый раз делают удивлённое лицо и говорят, мы обязательно разберёмся. Вы кобальт только поставляете? И по итогу, конечно, ни черта не разбираются, зато на их официальных сайтах продолжают висеть прекрасные плашечки, где чёрным по белому написано о том, что у них, в общем, очень высокая культура производства. Они не используют детский труд, не используют труд потоконных мастерских и вообще. И вообще они молодцы. Максим, выйди, выйди, посмотри на реальность. Выйди из студии, в конце концов. У меня сквозь такое впечатление, что проблема Акаца, ведь она в чём? Проблема Акаца в том, что он, проблема Акаца именно в его либеральной идеалистической системе представления мира, я бы так сказал. У него механизм анализа объективной среды, он немножко либерально-идиалистический. И поэтому это первый момент. А второй момент, моё мнение, я могу ошибаться, что Акацу пишут тексты. А он сам как бы не очень бельмеса, не в курсе, поэтому он просто их транслирует. Вот и всё. И что написали, то и рассказывают. Как-то так. Так они же эти. Инфантилы. Ну ладно. Хорошая новость в том, что если не брать конкретных солдат и офицеров, совершавших конкретные преступления на поле боя и на оккупированных территориях, если говорить именно об элите российской, то речь будет идти о суде над десятками человек. Не над сотнями даже, и тем более не над тысячами. Над десятками. Только о тех пойдёт и это будут настоящие суды. Это не будут трибуналы. Это будут настоящие суды с адвокатами, с разбирательством, с выявлением виновных и определением вины. Всем остальным же нет никакого резона бояться перемен и никакого резона не оказаться у этих перемен в авангарде. Над ними судов не будет. Более того, чем дольше эти люди тянут время, чем больше верят в неведомый путинский фарт, чем больше набирают силу те, кто поднялся за счёт войны, чем сильнее экономические, социальные, криминальные последствия войны влияют на общество, тем выше шанс, что перемены возглавят те ребята, которые ни с кем не будут договариваться. Никакие не либералы, а как раз угрозы подъехали. Да-да-да-да. Наоборот. Не те, кто будет справедливый суд над преступниками устраивать и бухгалтеров присылать, чтобы договориться о сумме компенсационного налога в бюджет. Просто они уже готовы присылать бухгалтера, чтобы только договориться о сумме компенсационного налога в бюджет. Да-да. У меня такое ощущение просто, что либеральная команда углядела, что сейчас начались тоже довольно мощные посылки к тому, чтобы объединялись провоки. Опять же, возвращаясь к этому съезду народных депутатов, к тому, что этот съезд народных депутатов рассказывает, что у них есть силовой аппарат в лице русского добровольческого корпуса Легиона Свободы России, признанной Россией террористической организацией и так далее и тому подобное. Что они уже делают вполне конкретные, вполне практические шаги к тому, чтобы взять власть. И либералы такие так, мы опаздываем, во-первых, во-вторых, нужно срочно что-то предпринимать. Мы предлагаем договорняк, мы предлагаем сдаться. КАЦ предлагает сдаться. КАЦ предлагает сдаться. И договорняк. А те, кто сначала стреляет, а потом разбирается. Пока такой сценарий выглядит невероятным, но за минувший год случилось слишком много из числа того, что все считали невероятным. С течением времени ваша... А вот этого всегда боятся те, кто находится у власти. По одной простой причине. Все мы знаем опыт французской революции, циабольской революции. И все мы отлично понимаем. Вот, например, французская революция. Для защиты парламента от монархии была создана национальная гвардия. Это люди, не военные, но которые имеют оружие. Как говорится, человек с ружьем. Вот, которые защищают этот самый парламент, который, ну, самый провозглашенный. Вот, который там конституцию напишет, государство переустроит, а то вдруг король решит все это прикрыть. Может, может, войска ввести, всех расстрелять. А тут национальная гвардия вооруженная стоит, будут сопротивляться. Ну и гражданская война. А что, подождите, а мы с вами что, не в курсе, что ли? Ну вот вы, значит, служили там в первой конной, не знаю, вернулись в Первой мировой. Вот. Царя больше нет, временное правительство свергнуто. Вы много лет провели на войне, привыкли вопросы на войне решать, как? По военному. Враги там, в них надо стрелять. Приезжайте в свою родную деревню и вдруг внезапно вспоминаете, что вот этот вот помещик Кузякин, который, собственно говоря, вот рядышком живет, вашего отца, например, порол, деда порол. Вас только не порол, потому что, ну, вы уже как-то вот, не знаю, может, рабочим быть. Вот. И знаете, что вы делаете? Вы идете к этому помещику Кузякину и в него из винтовки стеркаете. А кто вам что скажет? Кто ничего не скажет? Он же сволочь, сволочь, мироед, мироед. Все с ним, все его ненавидят, деревни ненавидят. Вот. И это объективная данность, когда на примере гражданской войны мы видим, когда вот эта вот классовая ненависть, которая копилась по отношению к помещикам, буржуазии, копилась не два дня, не три дня. Если мы говорим про ненависть к помещикам, то столетиями она просто копилась, она нашла выход. И люди решали этот вопрос самым простым способом. Вот каким? Тут он сволочь, его надо грохнуть. Раньше его грохнуть было нельзя, потому что, потому, а сейчас можно, пойдем его и грохнем. И опыт революции и всевозможных гражданских войн нам подсказывает, что когда обычное население расправляется с теми, кто, ну то есть понятно, что могут расправляться и с теми, кому просто какие-то неприязненные чувства испытываешь, просто потому что, не знаю, там поругался с ним когда-то давно или гадил он тебе. Но если мы говорим про классовые противостояния, то оно вот именно за угнетение, оно и выражается вот в этом во всем. Кац про это сейчас так вот сказал, говорит, а вот если договорняк не получится, то может получиться как-то по-другому. Ты слишком хорошего мнения у Кац, и потому что он не имел в виду никакой народ. А, он имел в виду ультраправых. Все, я дурак. Он даже никакие надежды на то, что люди встанут и сами уберут власть имущих, не питает и не хочет питать, потому что ему это не нужно. То, что они капитализм хотят сохранить, просто поменять немножко тех, кто у власти находится на себя. Ну, немножко олигархов там по-другому разранжировать, кого-то подзадвинуть, кого-то выдвинуть, и нормас будет. Положение не становится более устойчивым, а ваша собственность более легитимна. С течением времени ситуация лишь развивается в непредсказуемо плохую сторону. Невозможно заранее предсказать, где расположена та точка, после которой мирные перемены в России, перемены под руководством элиты мирного времени станут невозможными. Допустим, в 2021 году вы могли считать, что будущее никогда не наступит, что вяло текущий статус-кво, от которого вы привычно выигрываете, будет продлен на десятилетие, что прекрасное мгновение остановилось. Но Россия будущего на самом деле уже наступила. Это Россия, где уже есть сотни тысяч ветеранов новой войны, где уже очень быстро растет преступность. А очень и очень скоро последствия войны начнут складываться вместе и примут лавинообразный характер. Очень и очень скоро переделом собственности могут заняться не товарищи с дипломами вышки и стажем в Макинзи, а те, кто за километр из СВД в голову попадает. Чем будете их впечатлять? Совместным фото с Путиным? Сложность в том, что эти простые истины мы должны доносить не только до тех, кто нам нравится. Не только речь тут о Собянине или Фридмане или Авене. Мы должны то же самое говорить тем, на кого и смотреть-то тошно. Мы должны говорить Дерипаски. Опа, назад отмотай. Это он тех, кто им нравится, он перечислил. Видимо, да. Смотрите, не только речь, что... Ну, он ведь до этого вставил скриншот новости, где рассказывалось о том, что Фридман чего-то там... Он Собянина назвал. Ну, да. Он тоже нравится. Там плитка хорошая. Тут о Собянине или Фридманзе. А те, кто за километр из СВД в голову попадает. Чем будете их впечатлять? Совместным фото с Путиным? Сложность в том, что эти простые истины мы должны доносить не только до тех, кто нам нравится. Не только речь тут о Собянине или Фридмане или Авине. Вот я Фридман-Авен не знаю, а вот Собянин интересно. В смысле Авен это человек, который проводил приватизацию. А, все. Собянин понятно, Фридман-Олигарх убежавший, который Собянин непонятно. Интересно, как-то он попал сюда. Как-то, да, интересно. То же самое говорит тем, на кого и смотреть-то то что. Мы должны говорить Дерипаски. Олег Владимирович, в твоей жизни в худшую сторону после Путина не изменится вообще ничего. Купишь себе яхту в три раза больше конфискованной и будешь на ней спокойно ходить по всему миру безо всяких санкций. Хочешь в Ниццу, нати Ниццу, езжай в Штаты или в Лондон. Хочешь построить себе дворец Совета в Подмосковье, строй, пожалуйста, и он будет твой, собственный. Твой бухгалтер с новым правительством договорится по деньгам, по чисто гипотетическим деньгам, который ты в своем... Слушайте, ну это же по большому счету, вот я сейчас сижу и думаю, эта мысль мне раньше пришла, так это же преступный договорняк. Это преступное государство покупает индульгенцию у преступников. Выглядит это так. Вы же их называете преступниками и сволочью. Значит, ваше государство готово договариваться с преступниками и за то, чтобы им все простить, попирая тот самый закон, про который вы, значит, говорите, рвете у себя бязевую рубаху, покупаете у них отступные. Вы тоже преступное государство планируете создавать с коррупцией и так далее. Вы открыто об этом говорите или это не противоречит вашим высоким либерально-демократическим ценностям? Как он сказал в ролике несколько минут назад, мы знаем, что вы не преступники. Мы знаем, что сложившаяся система заставила вас поступать тем или иным образом. А вот новая система, которая сложится в новой прекрасной России будущего, она будет устроена таким образом, что всем все простят, купят яхту в три раза больше и отправят в Ниццу. Тебе же объяснили. Ой, я прям... Ты непонятливый человек. В твоем кармане никогда не видел и не увидишь. Из твоих трех миллиардов долларов останется один. Ну и что? В 2011 у тебя этих миллиардов формально было 11 и ничего. Но этот один будет твой. И никогда уже за ним и за тобой никто не придет. Но ты можешь досидеть до момента, когда ветеранов войны, людей, умеющих убивать и знающих в этом толк, будет не сотни тысяч и миллионы. И они зададут вопрос, а кто это разворовал Россию так, что мы на фронте без штанов остались? Тогда уже никто не будет ни о чем договариваться, кроме выбора фонаря для петли. Путин говорит элитам, вы со мной в одной лодке, вы производные от меня, вы часть меня. Мы все с вами повязаны. Повесят нас или к стене... Мне вот интересно, а это индульгенция на всю жизнь? То есть ты один раз государству заплатил и потом будешь дальше совершать преступления, на них глаза закроют? То есть получается так, что ли, да? То есть у тебя это, пожизненная индульгенция, ты главное только продать, так что ли? А если... Подождите, он занимался своим этим бизнесом, как вы сказали, преступным, так? Значит, у него все схемы преступные, значит, он по-другому работать не умеет, условно я говорю, вы, значит, у него отступные взяли, сказали ему дальше, занимайся бизнесом, и он продолжает заниматься преступным бизнесом, и вы ему ничего не говорите, что ли? Что-то как-то... Я еще пытаюсь понять, за какие такие совершения ему должны простить всю его предыдущую преступную деятельность. Если она преступная. Что он должен сделать? Он должен не воспрепятствовать заходу в Кремль Максима Каца и команды Навального, или он должен непосредственно простить это Бакерка и кого-нибудь стукнуть? Что он должен сделать? Чтобы это голову отпилить и привезти, покажу. Четко просто не сказали, что конкретно должны сделать олигархи или не сделать, чтобы им выдали прощение, интульгенцию. Что? Что необходимо сделать? Непонятно пока. А вот... То есть он как бы их к чему-то призывает, рассказывает, что у вас сейчас такое нестойкое положение, вы можете всего лишиться, а в перспективе мы вам обещаем, что вы ничего не лишитесь. А как прийти так к этому? Непонятно. Сейчас посмотрим. Деньги поставят только всех вместе. А кто хочет чистеньким выйти? На каждого в ФСБ есть папочка с большим штампом пожизненное заключение. Победим мы или проиграем, но вы от меня никуда не денетесь. Мы же должны на это отвечать. Еще как денетесь? Мы прекрасно понимаем, в каких условиях вы жили и работали. Мы это не собираемся игнорировать и делать вид, что все мы жили эти 32 года в Великобритании. Папочку из ФСБ мы вам подарим с большим бантом. Будете потом в своем легальном дворце пересматривать, как вы смешно сгибались под полусотни килограммов взятки в наличных долларах на оперативной съемке. Вы хотите защитить то, что у вас есть. Нам нужна мирная страна, в которой работают политические и правовые институты. Нам с вами мы уже поняли, как они работают. Исходя из твоей 15-ти минутной риторики. Тоже будет то же самое. Договорняк, покупняк и так далее. они начинают работать, если вы страну начинаете строить, прекрасную страну будущего, с того, что раздаете опять народную собственность, с чего она должна измениться-то, блин. Мы хотим одного и того же. Пути нам с вами. Пусти с разными целями. Нормально мы все. Все нормально. У вас больше нет опции отсидеться. Ситуация слишком быстро ухудшается. У вас есть выбор между приближением будущего на своих условиях. И тогда вы должны ставить на таких политиков, как мы. Либо ожиданием конца, где ничего хорошего вас точно не ждет. А главное, где вам уже никто не предложит никакого выбора. Такие призывы работают на сознание элит. Такие призывы дают им шанс задуматься. Блин, мы же в дерьме, надо выплывать. На Путине свет клином не сошелся. Противоположный же нарратив. Оценка путинских элит с точки зрения высокого идеала, которому они не соответствуют и заведомо не могут соответствовать. И обещание им в связи с этим всех кар земных и небесных. Такой подход порождает у элит совсем иную мысль. С Путиным мы в дерьме, но с этими ребятами будем в могиле. И первое точно лучше, думают они. И это нас с вами к прекрасной России будущего ну никак не приближает. до завтра. До свидания. Ну давай по этому ролику какой-то небольшой подыток. Вывод прекрасен. Значит, смотрите. Ролик прекрасен. Его я рекомендую на самом деле вот с нашими комментариями рассылать всем любителям кацца. Значит, логика очень простая. Значит, кац раскрылся. Вот. Раскрылся он в полной красе. Потому что очень четко определил свои цели и задачи всей этой либеральной сволоты. Значит, первая цель у них очень простая прийти к власти. Прийти к власти желательно при помощи тех же самых капиталистов, ничего не меняя, которые сейчас находятся у власти. Вот. Немножечко их придется немножко по-другому поранжировать. Ну понятно, они же с собой еще других капиталистов приведут. Придется что-то отобрать, этих передать, этих придется немножко задвинуть, выдвинуть вперед. Ну вся вот эта вот нормальная капиталистическая чехарда, передел, когда одна элита от кормушки отколупнется, приколупнется другая, придется потесниться, придется поделиться, пацаны. Но мы вас к стенке не поставим. Народ, а какой народ? А хер с ним, с этим народом. Мы капиталистам все простим. Мы тут, значит, сколько лет рассказывали, что они все своровали у этого народа, но мы готовы все, что мы, дорогой народ, они у тебя своровали, им все простить. А ты, народ, умойся вообще своими кровавыми слезами, все будет, собственно говоря, так же, ничего не поменяется. Нима проходил с красным флагом. Ребята, в некоторых вопросах с вами не согласен, но продолжайте, пожалуйста. Спасибо вам большое. Это нормально. Это нормально. Это даже хорошо, когда люди не согласны, всегда бывает, если, ну, по-разному бывает, бывает конструктивная критика, иногда и читаешь, понимаешь, что где-то что-то, конечно, есть рациональное зерно, надо углубить и расширить. Не нужно воспринимать всегда говорящих голов, как гуру каких-то, которые безгрешны и не могут ошибаться, их риторика всегда сто процентов вам импонирует, что она прям правильная и это нормально. Так вот, закругляя, то есть, собственно говоря, логика, давайте делиться, народ по боку, народ как жил в дерьме, так и будет жить в дерьме, потому что вы, главное это, с нами властью поделитесь, вот, уберите кого надо. Мы создадем новое преступное государство, значит, создадем, первым актом этого самого нового преступного государства будет выписка вам индульгенции за все ваши преступления и прощения. Вот, и даже непонятно, может, эта индульгенция дальше навсегда, в общем, вы можете дальше заниматься своей маленькой преступной деятельностью, главное, что вы, в общем, нас в власти пустили, нам тоже очень хочется и позаниматься, тоже хочется присосаться к госкормушке, вы нам не даете, в смысле, я это вслух сказал, я говорю лишь о том, что нам нужны правовые суды, там какие-то все, вот это вот, то есть, месседж-то в чем? лё, народ, который верит этому, шмацу, крутил он вас на известном месте, плевать ему на вас, вы мимо договорняка идете, вы останетесь жить там, где живете, а эти паны договорятся и без вас, вот такая вот история, и все его завывания, что для вас они хотят новую Россию, это все ложь и провокация. Для новых элит это будет очень демократичная Россия, и в прямом смысле слова Россия будущего, будущей успешной и богатой жизни, все в порядке, все отлично, но на конце, так сказать, пределы русского ютуба не заканчиваются, у нас тут еще есть, значит, канал такой, Навальный Лайф, который признан, кем он там? Нет, это ФБК признана организацией, короче, запрещенная организация в России, а это не террористическая организация? Не, они не террористы еще. Почему? А суд там, там это его, не, ну давайте тоже скажем, нет, просто они иностранные агенты, организация запрещена в России, надо обязательно это говорить, да, вот, у них, по-моему, чуть ли там не в один день с Максимом Кацем, что очень интересно, вышел ролик, ролик называется «Уберите своего Путина», очень интересно называется, значит, на картиночке, я не могу вам показать, сейчас погодите, чтобы вы, от, нет, опять не могу, ну в общем, а, сейчас, так включишь, в общем, у него там, у них там на превьюшечке, значит, российские олигархи, и, и, видимо, это к ним обращение по поводу «Уберите своего Путина», потому что, ну явно, это опять же не к нам обращение, мы опять мимо, тоже ролик небольшой, 15 минут, и здесь заход будет еще более долгий, но итоговый месседж, который посылают в массы, примерно тот же самый. Может, с какого-то середины, или как раз, с начала. И здесь просто одна и та же история идет, ну, 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 то есть ее будет не очень уместно прерывать, мне кажется, но комментировать ее вполне мы тоже можем. просто смотрите, да, тоже, как бы, опять же, видимо, методички у них одинаковые, или их, в общем, там, у всех одинаковые, но там тоже очень долгий заход, я вот, если честно, как бы, когда Соболь смотрел, я, понимаете, я человек такой, вот я тут угоду, мне надо какую-то мысль долго обдумывать, то есть я как бы быстро не могу среагировать, мне там надо подумать, там поспать, проснуться еще раз подумать, то есть я долго смотрел 18 минут, и не мог понять, чем она ведет, ну, в силу, видимо, тупости какой-то, вот, только в конце там три предложения, я такой, ничего себе, я говорю, ну, фига себе, ну, в общем, тоже заход, но я думаю, там есть посмотреть, там много тоже, знаете, пробросы, пробросики. Мы книжки читали, мы просто смотрели, как на самом деле понимаются решения, как делятся ресурсы. Вот, это, по поводу, Петра Авина, которого ты не знал, и сейчас вспомнил. Так даются взятки, в том числе, нас вообще интересовали, реальный механизм жизненный, мы очень много этим занимались, и, конечно, когда вы все это делаете, и параллельно еще читаете книжки, вы думаете о том, что рано или поздно вам дадут возможность на что-то влиять. У каждого были свои 90-е и воспоминания о них. Кто-то делал первые шаги в бизнесе, мотался челноком за турецким и китайским ширпотребом, кто-то осваивал мастерство дипломатических переговоров на уличных стрелках. Одни выживали от получки до получки, другие спускали шальные деньги в игровых автоматах. А кто-то только недавно родился и просил деньги на жвачки Турбо у родителей. 90-е – это начало рыночных... Ты просил деньги на жвачки Турбо? Я не помню такие жвачки. Я родилась в 96-м, видимо, тогда они уже... Были, были. Мне в 90-х было лет 5-6, значит, я 87-го года. Ну, вообще, так как у меня в детстве больной желудок был, мне жвачки жевать не разрешали. Вот, но... Но мы менялись фантиками. У меня даже дома коллекция фантиков. Это я уже тоже, да. Застала такие времена. Просто конкретно такую жвачку не помню. О! Забилетик передал стрим-посморизатор записи. Много работы. Всем курлык. Всего хорошего. Спасибо большое. Традиционный забилетик уже прям... Мы же его ждем. ...отношения в России. У большинства россиян эти отношения как-то сразу не заладились. А вот Петр Равин, один из отцов-основателей рыночной экономики в России, сумел построить свои отношения так, что молодая, травмированная российская экономика потом всю жизнь платила ему алименты. Ну, это родители старшего поколения, кто сейчас нас так сильно критикует, потому что они тоже готовились к тому же, но такого шанса не получили. Почему в этом ролике я буду говорить именно о Петре Равине? Ведь есть куча других людей, еще более одиозных, которые обогащались при Путине или с его разрешения. Дело в том, что биография Равина уникальна. Он принимал самое непосредственное участие в становлении России как государства в начале 90-х. Становление России как государства сказала, в развале страны. Стоял в Гайдаровской команде младореформаторов. Был одним из архитекторов российской экономики и очень быстро стал ее бенефициаром. Он обогащался до Путина и при Путине. Запад считает его одним из самых близких президенту олигархов. А сам он до сих пор публично и однозначно не осудил эту жестокую и бессмысленную войну. Может, до сих пор не собрался с мыслями? Тогда постараюсь ему в этом помочь. Но сперва я сама попрошу помощи у вас. Так это обращение к нему. Он не собрался с мыслями, а мы сейчас ему поможем, чтобы он с мыслями собрался. То есть это... О, так это обращение, понятно. Он ждет, насколько я знаю, сейчас не в России. Он уехал. В Лондоне. Где-то вполне благополучно существует, но так однозначно не высказался ни в поддержку в спецоперации, ни в осуждении спецоперации. Поэтому надо как-то на свою сторону таких гениальных реформаторов переманивать. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал, если до сих пор этого не сделали. Считаю важным рассказывать о том, что происходит и происходило в России и в мире. А еще у меня есть мой личный YouTube-канал, где я выкладываю разные видео и недавно сделала целую серию роликов про политические убийства в путинской России Иосифа Сталина убил Троцкого. О, смотрите, у нее на канале... Зачем она, интересно, это освещает? Как Сталин убивал Троцкого. Лично. Слушайте, давайте, если очень хочется это дело посмотреть, давайте в чате напишите. Просто, я не знаю, мне кажется, это невозможно пропустить. Мне кажется, это очень одиозный ролик. Интересно, с чего они вдруг решили уделить внимание Иосифу Сталину и Льву Троцкому. Показать преемственность, что в кровавом совке всех убивали. Скорее всего, я думаю, там и заходы будут соответствующие. Советское время. Также можно поддержать нашу работу финансово. В описании к этому видео есть все нужные для этого ссылки. Большое вам спасибо. С начала войны в Украине Петр Авен старается много не болтать. Исключением было нашумевшее интервью изданию Financial Times. Главное говорить, что интервью было изданию Financial Times, а скрин издания The Bell. Павший под западные санкции председатель Совета директоров Альфа-Банка жаловался, что не знает, как ему выживать в Лондоне. Не понимал, можно ли ему в новом статусе нанимать уборщицу и водителя. Сокрушался, что потерял все, что нажил за 30 лет. Слушай, вот человек, я думаю, знаете, там он там бедный, выживал, он тут, представляешь, утром просыпаешься, а у тебя черная икра в холодильнике нету. Вскрыться хочется, что вообще, как вот жизнь утром без черной икры. Бедняжка-то там выживал, наверное, водичечку, там беленькую, из-под краничка пил, и хлебушек черный, так вот, кусь-кусь, такой хлоп, тут резинка такая, пунь-пунь, в дворце на 800 комнат, блин, вообще, я прям не знаю, вы меня извините, конечно, это, мы не знаем, как выжить, блин, вот как, не знают, как выжить люди, которые, не знаю, в деревне с 10 дворов живут, где нету ни больницы, ни правоохранительных органов, ни магазина, которые живут собственным хозяйством, например, и хлеба не видят, потому что им муку не завозят, блин, и которые в неурожайный год, потому что картошка не уродилась, им жрать нечего, вот это люди не знают, как выжить, блин, а если у вас икры красной нет, нет, я согласен, бедность бывает разная, вот хлеба нет, у кого-то жемчуг мел, я отлично понимаю все это, извините, ты представляешь, утром просыпаешься, все черные крылья, выходишь из спальни, оглядываешься, а у тебя пыль лежит, потому что борщицу нанять не можешь, спасибо большое, товарищ Александр, или, или, не знаю, выходишь, значит, спускаешься, куда там у тебя, и кофе сам себе варишь, да ладно, и у тебя, значит, автомобиль припаркованный стоит, а тебе руль-то самому крутить надо, это же физические усилия прилагать надо, ты вот смеешься, у людей проблемы, между прочим, вот у Любы нет таких проблем, а хотелось бы, вот она ей, завидует, при этом Авин и его многолетний бизнес-партнер Фридман предпочитают оставаться в Англии, где им блокируют счета вместо того, чтобы возвращаться в Россию, куда их зовет вернуться сам Путин, миллиардеры, которые все эти годы чувствовали себя комфортно при Путине, сами не чувствуют себя в безопасности в России, хочется спросить, а что случилось, странно, ведь в России, если и есть авторитаризм, то совсем мягкий, правда, Петр Олегович? У нас мягкий сейчас или жесткий авторитаризм? Мягкий, конечно. Мягкий? Ну, конечно, у нас. Все еще? У нас, конечно, не знаю, что у нас жесткий авторитаризм. Ну, это вот это, у нас что, массовые репрессии, чего, о чем вы говорите? Вы что же... Я не хочу описать нынешний режим, но назвать его жесткий авторитаризм, я точно не могу. Ну, а как же... Мы сейчас про нынешний режим, мы решили с вами, мы на сегодняшней политике не говорим. Почему миллиардеры Петру... Товарищи, кто нас смотрит, кто может мне пояснить, что такое авторитаризм? Вот я, честно, я еще когда... Я сколько лет искал, вот есть у нас демократический режим и не демократический, и не демократический, тоталитарный и авторитарный. То есть я нормального, внятного объединения одному другому не нашел. Вот. И если кто знает, что такое мягкий авторитаризм и что вообще такое авторитаризм, то это... Напишите, пожалуйста. И да, максимально осуждаю всех этих либерастов, которые несут максимально отбитые, оторванные от реальной жизни бред, что, мол, ВРФ просто капитализм неправильный, но смените ВВП на Навальча и зацветет. Вот они убеждают. Сидят, убеждают активно. Труавину так не хотелось обсуждать путинский режим до войны. И почему он не торопится осуждать Путина сегодня? Как это часто бывает, ответы на многие вопросы кроются в 90-х. Кадры из фильма 92-го года... У меня на секунду промелькнула мысль, что она сейчас скажет. Ответы на все вопросы, как это ни странно, кроются в экономике. У нее... Ну, я не знаю, почему мне так показалось. А у меня мысль пришла, что она сейчас скажет, менталитет и это... Вывание грозно. Я о них слишком высокого мнения, значит, а ты... А ты реалистично смотришь, в общем. В команде молодых экономистов-реформаторов из правительства Егора Гайдара. Среди них Анатолий Чубайс, Андрей Нечаев, Петр Авин и другие. Им предстояло в короткие сроки провести либерализацию розничных цен и внешней торговли, сделать рубль конвертируемым, начать приватизацию предприятий, провести налоговую и кучу других реформ. По сути, поставить огромную страну на новые рыночные рельсы. В 36 лет Петр Авин возглавил Министерство внешних экономических связей. На закате перестройки он уже успел пожить и поработать за границей, в Австрии. Был научным сотрудником Международного института прикладного системного анализа, а также советником Министерства иностранных дел СССР. Конечно, Петру Авину приятнее вспоминать себя реформатором, который отвечал за то, что рубль стал конвертируемой валютой. Вот ты понимаешь, вот главное достижение, к чему стремились сделать рубль конвертируемой валютой. И неважно, что все народное имущество приватизировали и раздали в собственность отдельным лицам, зато рубль конвертируемая валюта стала. А вы думали, вот это экономическое достижение, между прочим. История помнит не только заслуги, но и услуги. В 92-м году Авин, министр внешних экономических связей, а невзрачный чекист Путин в то время, глава комитета внешних связей в Петербурге. Чем занимался Путин о той должности, наглядный, доходчиво рассказывал Навальный фильм про дворец. Самая известная и хорошо расследованная тема это экспортные лицензии. Путин занимался выдачей таких лицензий фирмам, которым разрешалось продавать нефтепродукты, лес, алюминий, медь, хлопок, любое сырье за границу. В обмен на еду. Буквально, нефть в обмен на сахар и картошку, лес в обмен на детское питание. Анатолий Александрович как раз сообщил о том, что на Украине закуплено, подготовлено к отправке. У нас в Петербурге 2500 тонн сахара. Каким образом мы уходим из плажи? Ну, так, не будем говорить, гоп пока не перепрыгнем, так? Путин лично распределял лицензии. И, как выяснилось потом, отдавал их фирмам-однодневкам, связанные в том числе и с ним, и с его друзьями. И схема была элементарной. Сырье уходило за границу, фирмы-прокладки получали за него деньги, а продукты по бартеру не приходили. Это наша родина. Это самое дорогое, что у нас есть. Так в чем же заключалась услуга Петра Авина? В том, что у Путина и его комитета не было права выдавать экспортные лицензии. Он делал это незаконно. Понимая, что его коррупционными схемами заинтересовались депутаты питерского захсобрания, в частности, Марина Салье, Путин поспешил придать своим схемам правовой вид. Он попросил Петра Авина дать его комитету право на выдачу экспортных лицензий. Авин завизировал просьбу Путина. Возможно, именно это спасло молодого Путина от уголовного преследования. Такие услуги не забываются. В своей книге «Вся кремлевская рать» Михаил Зыгр пишет, что Путин был многим обязан Петру Авину, который ввел его в околокремлевскую элиту, в частности, познакомил с Борисом Березовым. Давайте материал о том, как рвавый Сталин убивал троска. Мне кажется, мало разборов этого процесса. Ну вот сейчас подумаем. Можно будет либо сейчас, либо просто какой-то отдельный разбор сделать. Просто интересно, насколько у нее там глубокая аналитика. Если там прям реально у нее какая-то глубокая аналитика, и может ли там либеральные историки сделали мощный разбор, тогда, может быть, надо сделать прям мощный ответный ролик. А если там, как всегда, она какими-то клише оперирует, то можно будет на быстрой перемотке отсмотреть. И, как мы видим, эти УЗА завязались именно на заре современной российской государственности. После года работы в правительстве Гайдара Авин ушел с государственной службы. В 93-м году организовал свою компанию, консультировал клиентов по работе с внешними долгами. Связи, наработанные за год, работы в правительстве очень пригодились. Среди его клиентов был и Альфа-банк Михаила Фридмана. Консультационные услуги бывшего министра оказались настолько ценными, что Авину предложили 10% акций и должность президента в Альфа-банке. В последние годы до войны Авин охотно давал большие интервью. Лекции выступал на форумах по теме 90-х. В них Авин постоянно рассказывал, что одной из ошибок того времени были залоговые аукционы. Тем не менее, в течение всех 90-х годов, вот эта либеральная модель, которую мы пытались построить, которая апофеозом нелиберализма, я считаю, такая чудовищная ошибка моего коллеги и друга Тольбе Чубайса, это история с залоговыми аукционами, когда на самом деле просто была роздана собственность, фактически тем, просто вот роздана по списку, были выбраны бизнесмены, которые должны были поддерживать действующую власть, и они получили огромные куски собственности, кстати, большинство из них уже исчезло из списка Форбса на самом деле, потому что те, кто легко получает, легко и теряет. Действительно, залоговые аукционы в 95-м году, иначе как грабительскими не назовешь. Под видом фиктивного конкурса коммерческие банки и структура с молотка за бесценок получали пакеты акций крупных стратегических промышленных компаний. У меня вот интересно, а как она себе это представляет? Какая схема ее бы устроила? Схема какого-нибудь госкапитализма, естественно, либералов не устраивает никак. То есть оставить эти предприятия в руках государства категорически нет. Их в любом случае, с точки зрения либеральной парадигмы, нужно передать в частные руки, потому что исключительно предприимчивый бизнесмен может управлять этим делом эффективно. То есть, видимо, должны были приехать инвесторы и просто тупо выкупить. Вопрос в том, а что бы изменилось-то вот по факту. Мне кажется, тут проблема заключается в том, что их бенефициары просто не участвовали в этом, поэтому схема неправильна. Если бы неправильным людям раздали просто вот в чем фишка. И вот, ну это как бы в рамках, конечно, хохмы, но она бы... Я вообще, знаете, так смотрю, так либералов искать. Ребятки, ну вот смотрите, вот как бы вот что-то несете, да? Вот вы почитаете это, политэкономию 53-го года. Вы никому не рассказываете. Вы просто почитаете, и вам многие процессы станут чуть более понятными. Ваши аргументы станут более сильными. Вы никому не рассказываете, что вы всякую эту литературу почитали, она вас обогатит в плане понимания экономики. Да, даже не надо никому рассказывать, что вы ее почитали, просто понять не будет. И что банки начали скупать промышленность, это, ну, вполне нормально. Формирование финансового капитала на руинах, собственно говоря, то есть социалистического государства, это вот прям... Ладно, все, я не могу. Ну и на секундочку, это ваши же братья-либералы-то побежали со стервенением раздирать государственную собственность. То, что они, собственно говоря, то, что создано трудом нескольких поколений трудового народа, вы просто по карманам распихали, но, видимо, не по тем, каким вам хотелось. Или не по тем, ну, то есть, это, знаете, как это, плащ Ярославный. Эти либералы плохие, просто потому что они успели расхватать, а нам не дали. Поэтому они плохие, а мы хорошие. Распихайте в наши карманы, все будет по-другому. Просто забавно рассказывать о либеральном правительстве Гайдара, которое проводило реформы, и в то же время регулярно в своей пропаганде говорить о том, что именно либеральная парадигма, она единственная верная, честная, демократичная, справедливая, ну, что-то история как-то немножечко противоречит вашим тезисам, гражданочка. Так это надо историю изучать, экономику зачем. И казалось бы, Петр Равин абсолютно прав, называя вещи своими именами, и ругает своего друга и коллегу Чубайса за дело. Вот только не торопитесь и чаровываться, иногда дело вовсе не в принципах, а в обычной человеческой обиде. Почему Альфа не участвовал в залоговых аукционах? Не пустили. Хотели? Нет, бизнес должен участвовать во всем, в чем можно участвовать. Мы работаем для акционеров, если правительство дает возможность заработать деньги, даже не самым честным образом, но легальным, мы должны участвовать. Но нас не пустили. Кому вы не понравились? Почему вас не понравились? Чубайс, он все решение принимал Чубайс. Ваша реакция была какая? Бешенство. Бешенство. Вот что испытал ты. Не дали пограбить народ. Представляешь, это... Причем очень забавно вот эти два, если видео взять Авина, в первом он говорит о том, что залоговые аукционы, это была преступная деятельность, которая просто разбазарила, просто передала, точнее, в частные руки собственность за бесценок, и тут же говорит в следующем видео, ну вообще мы бы участвовали. С удовольствием. Но не получилось. Осуждаю. Ну то есть осуждаю, потому что не дали поучаствовать. Потому что не пустили. Петр Айвин, когда его не допустили до раздачи госсобственности. И все же спустя два года, в 97-м году, Айвин и его бизнес-партнеры получили свой лакомый кусок в виде 40% акций ТНК Тюменской нефтяной компании, Альфа Групп и Эксес Ренова, через совместное предприятие купили акции за 810 миллионов долларов. В конкурсе без конкурентов, условия которого были сформулированы под Альфу. По честности и прозрачности, конкурс недалеко ушел от залоговых аукционов. Спустя 16 лет, консорциум продаст акции почти за 28 миллиардов долларов. И кому? Квазигосударственной Роснефти. Отличная вышла сделка, на которой помимо топ-менеджеров Альфы обогатились Виксельберг и Блаватник. Я не зря говорю именно о 90-х. Просто когда в следующий раз Петр Айвин будет лить слезы по своим миллиардам и рассказывать, что разрушено все, что он нажил за 30 лет непосильным трудом, важно понимать, как эти миллиарды ему достались. И в этом моя основная претензия. Айвин был одним из тех, кто строил государство в начале 90-х. На молодых реформаторов были возложены огромные надежды. Но они построили это государство под себя и своих друзей, будущих олигархов, которые позже разделят страну на залоговых аукционах и мутных сделках, как это было с ТНК. Да, они поставили страну на новые экономические рельсы, чтобы потом гнать по этим рельсам свои миллиарды. Демократия и справедливость для них были не в приоритете. Впрочем, сама вина этого и не скрывает. Это была не наша задача. Если говорить так, совершенно откровенно, мы были приглашены на чисто технократическую работу, сделать экономическую реформу. И мы ни про такую демократию там вообще не думали. Мы делали свои вещи. Свободные цены, комментируемый рубль, криватизация и так далее. Поэтому это вообще демократизация, если бы было не к нам. Демократизация – это было точно не к ним. Олигархи, по сути, обеспечили победу Бориса Ельцина на президентских выборах, использовав колоссальные административные, экономические и медийные ресурсы. Но после Ельцина пришел Путин. И Петр Авен, один из немногих из числа семи банкиршины, кто смог вписаться в новые правила игры. И во все время путинское управление Авен и Фридман спокойно наращивали свои активы. Как сложилась судьба того же Березовского, Ходорковского и Гусинского, вы и сами прекрасно знаете. Авен смекнул, какие времена настали, понял, какую роль ему готовы отвести государство и покорно принял новые правила. Вот выгодить коррупция, ну, мы так очень к этому спокойно относимся. И вот такой непримиримости к... Ну, есть такая точка зрения, что взять тебя, блядь, нельзя, но... Ну, она в целом довольно правильная. Нет, я с ним совершенно согласен. Брать нельзя, но я при этом сам, это правда. Я пожимаю учить тем, кто их брал. И это тоже, это тоже правда. Потому что в России вот как бы вот так вот, так вот стоя на жизнь. Это правда. Это вот не на западе. Ну, конечно. В России так устроено... Ну, точно какие-то реформы проводил? Вот он только что 30 секунд пытался выразить какую-то мысль из потока словесов. Я вот только в конце поняла, что он говорит, что... Что ж... А, кстати, я не поняла. Нет, он говорит о том, что, понимаешь, он начинает говорить о том, что, знаешь, как это, начинаешь говорить про коррупцию, про взятки, а потом в голове у тебя сразу мысль о том, что твой собеседник понимает, кто твои друзья, потому что он по-любому готов. А тебе нужно сказать, что это нормально, и что ты еще руки жал, и перечень тех людей, кому ты жал руки, кто дал взятки, уже всем понятен из твоих слов, как бы, и ты такой стоишь и понимаешь, что у тебя... А что надо что-то говорить, а ты вроде уже что-то сказал, и какая-то хрень получается. Мне очень нравится. Ну, это же не Европа. В Европе-то взяток не берут, там нету никогда коррупционных скандалов, только у нас взятки берут. ...на жизнь. Ох уж это Россия, в которой коррупция является системообразующей скрепой. Вы только есть один нюанс, Петр Олегович. Вы стояли у самых истоков этой России. Вы были среди тех, кто сформировал экономику России. А потом, после ухода с госслужбы, вы выжимали из этой экономики все, что было можно, не забивая свою голову такими пустяками, как демократизация и справедливость. В начале 90-х вам повезло... Они меня задрали. Вот уже давно. Вот кого из них не посмотришь, они оперируют словами демократизация и справедливость. Вот это два жупела просто, которые... Ну а как это еще назвать? Они везде их пихают. Знаешь, это как... Это опять же всратые лозунги, блин. Что такое демократизация? Вот ты вот... Как тебя? Люба. Люба. Уважаемая госпожа, отчество вашего, не знаю. Вот. Демократизация, это что такое? Вот это как? Это как что-то такое? Что за зверь? Вот и со справедливостью мне очень нравится. Вот со справедливость меня особенно всегда бесит, потому что все орут про эту, сука, справедливость, но никто не может дать ей определение. Вот мне что-то подсказывает, вот мне лично. Вот в мире капиталистическом очень хорошо под понятие справедливость подходит римское определение справедливости. Римляне единственные, кто дал определение справедливости. Они сказали, что справедливость есть право сильного. Кто сильнее, тот и справедлив. Говорят, прав тот, у кого больше прав. выглядела белее, чем у остальных. Вам так не хотелось оставаться в коллективной памяти через запятую с Чубайсами и Березовскими. И в то же время вам хотелось показать, что и в путинской России можно вести успешный частный крупный бизнес. Что встречаться с Путиным – это нормально. Такие правила игры. Да, вы отлично приспособились к тем довоенным правилам игры, с ее тотальной коррупцией, несправедливостью. Вы знали, что эта власть незаконна, но эта власть давала вам возможность обогащаться. Вы постоянно повторяли, что не лезете в политику, но когда нужно, службы помогали режиму, в том числе и в борьбе против нас. Например, когда Альфа-Бан в 2020 году не снимал аресты со счетов сотрудников ОБК и штабов Навального, хотя сроки арестов уже вышли. Конечно, ведь такие правила игры, и они вас устраивали. Петр Олегович, а что вы думаете о новых правилах игры после 24 февраля? Кажется, они вам уже не так сильно нравятся. Заморозили счета, водугроза – ваше латвийское гражданство. Я уже молчу про водителей и уборщиц. Кажется, в свое время, когда вы заключали сделку с Путиным. Слушай, вот я понимаю, в чем проблема, понимаешь? Когда нет уборщицы и водителя, ты себя чувствуешь неполноценным. Вот я прямо сейчас, после сегодняшнего ролика, начинаю чувствовать себя неполноценным. О, Климсанч, привет! Привет! И хорошая ролика из товарища Сталина. Вы не удосужились прочитать то, что пишет в договорах мелким шрифтом. Понимая ваше многозначительное молчание и нежелание возвращаться, Путин, скорее всего, расценивает как предательство. А с такой черной меткой в России может случиться что угодно. Полагаться на гарантии безопасности от съехавшего с катушек преступника, делая больше... Оля, чем сомнительная. Но Путин был преступником всегда. И до своего президентства, и после. Когда-то мошенничал с экспортными лицензиями, обворовывал Санкт-Петербург. Потом был кооператив «Озеро». В нулевые масштаб преступления резко возрос. Разгон НТВ, Беслан, серия терактов, фальсификации выборов, тотальная коррупция, убийство политических оппонентов. Путин всегда был преступником. И вы не могли об этом не знать. Но закрывали? Я уже даже не хочу тормозить видео и задавать Любаши вопросы по типу, когда ты будешь говорить про лидеров европейских держав, про лидеров Соединенных Штатов Америки, которые до хера дел наворотили. В том числе военных преступлений. Проблема заключается в том, что у Любаши по методичке написано европейский и американский капитализм хорошо, российский капитализм плохо. Все в этом ракурсе и рассуждаемо. То, что любой капитализм, это нечеловеческая организация, общество, экономики, абсолютно патагонная, изверская, и что везде капитализм не есть хорошо. Он носит разные свои особенки и уникаленки, но по сути он всегда как бы не за обычного взятого человека, ни за какую несправедливость, ни за прочую хоруму. И никакой ваш всратый демократизм не сделает капитализм более человечным, блин. ...и глаза, потому что вас все устраивало. Хотите сказать, что вы тоже, как и все заложники этого режима, вы только у остальных россиян не было тех возможностей, что были у вас, у Чубайса и Фридмана, у Абрамовича и Дерипаски. Судьба давала вам исторические шансы в масштабах огромной страны сделать жизни и богаче и лучше, чем было в Советском Союзе. Но вы сделали ее богаче и лучше только для себя. Понакупали себе яхты и особняки по всему миру. Еще раз задаю Любе вопросы. Значит, ну она в целом уже, когда говорила о либерализации экономики, сказала, что все в принципе нормально сделали. Значит, рубль стал конвертируемым, в частные руки что-то там отдали. Вопрос только в том, что отдали не темы, отдали не на совсем честных условиях. Люба, а как должны были провести приватизацию? Она тебе уже сказала, вы с нами не поделились. Она плачевославная. Мне серьезно и интересно. То есть, как она это себе видит? Приходят, например, какие-то западные инвесторы и по фактической стоимости выкупают конкретное предприятие, правильно? То есть, проводится его оценка, аудит, выставляется рыночная стоимость, и они покупают. Это ее устроит. И Любашины, и Любашины друзья приходят. Любашины тоже получили. Слушай, ну я рассматриваю какую-то идеальную ситуацию. Любашины друзья, хватит. Отстань от Любаши. Должны ее были друзья с этого всего навариться. Они наварились, поэтому плак-плак, хнык, хнык, пук, средний. Все, извините за грубость. Миру, которыми теперь даже не можете пользоваться. А когда Путин развязал кровавую войну в Европе, все дружно отмалчиваетесь и ждете, что оппозиция и глубинный народ как-то сами справятся с путинским режимом. Ну, Люба-то хоть к глубинному народу апеллирует. Ну, она бы вот тогда не глубинным народом бы назвала. Понимаешь? Давайте вот сейчас, вот сейчас самая мякотка пошла там. Знаете, этот вид. Ну, два, десять секунд мякотки пошло. Мякотки. Вы извините, что, ну, в общем, да. С нами все нормализуют. Блин. Назад отмотай, там уже мякотка пошла. Давайте еще раз четко по последнему мыслу послушаем. Сделали им богаче лучше только для себя. Понакупали себе яхты и особняки по всему миру, которыми теперь даже не можете пользоваться. Вот это самое главное. Вы не можете ими пользоваться. А когда Путин развязал кровавую войну в Европе, все дружно отмалчивайтесь и ждете, что оппозиция и глубинный народ как-то сами справятся с путинским режимом. Сами все нормализуют. Я помню, что в этот момент, когда мы первый раз смотрели этот видос, ты вот как сидел с непонимающим лицом, так с ним и остался. Я здесь, значит, выступаю в роли расшифровщика. Пояснительная бригада. Да, пояснительная бригада выехала. Значит, фишка в том, что она, конечно, как кац, напрямую не обращается к аллигархату и не говорит им Ребята, вот давайте что-то делайте, вовлекайтесь, так сказать, в смещение гражданина Путина. Она заходит с более такого аккуратного ракурса. Она говорит, так вы ждете, что оппозиция или народ все сделает? А может быть лучше вы сами все сделаете, пока Гага не подъехала? Так вот, значит, пробираясь в издебри дичайшего бреда, воспаленного сознания пациентки Любы, мы в конце ставим очень простой и важный, как это диагноз, ну не диагноз, в общем, смысл, обратите внимание. Ну сейчас надо про эти два видео, наверное, как-то каратенечко закруглить. Смотрите, в один день выходит два видео. Подожди, может не в один, давай не будем. В один, четыре дня, и то четыре дня. Я же посмотрел. Конечно, я посмотрел. О господи. Ну ты говори, я проверю. Я ведь проверю. Погодите, а то может мы сейчас кого-нибудь обманим. Четыре дня. Да, реально, в один день вышел. Так вот, значит, это важно. Четыре дня. Почему мы всю эту баланду за, так сказать, это быстро, ну, быстро не получилось, потому что у нас уже был заявлен этот, готовились к этому, но вот. Вот. В один день выходит два видео. В одном, где-то с половины начинается вот эта вот история у Каца, и там в конце, а второй, вот видите, там последние 10 секунд, где она, значит, это намеками-намеками. Смысл заключается в том, что два персонажа сообщают к этим элиткам о том, что элитки, давайте подключайтесь к процессу шатания этого колосса. Вот. И это на самом деле очень интересно. В каком плане? Ну, давайте так. Значит, понятно, что нам никто из Кремля и вообще ниоткуда никаких папок не приносит, но мы должны с вами понимать, что все вот эти вот миньоны Навального, они, ну, понятно, кормятся. Вопрос, с чьей руки, кормятся ли они с руки наших этих зарубежных партнеров по опасному ремеслу или с местных, которые к кормушке не приставлены, ну, не суть. В общем, действуют они в интересах тех, кто их кормит, а никаким образом не народа. Вот. Бегут они все за бугор, оттуда начинают, значит, достают бронзбойт и начинают поливалкой поливать. Дальше, значит, ну, с кацем та же самая фигня, кто-то ему там платит, он вон все там говорит, ребята, мне нужны знакомые, чтобы я мог разговаривать, там, не знаю, с представителями власти в Европе. Все вот, все туда лезут, все туда лезут, лезут, лезут. Значит, и тут, в один день, они начинают вот такой вот заход. Ну, видимо, им как-то пояснили кто-то сверху, что надо удочку забрасывать как-то. Не шатается, понимаешь? Глубильный народ не шатает. Нет, нет, это все понятно, надо разминать, надо это промять, посмотреть, кто это там. Ну, ты зря смеешься, обрати внимание, как это значит, что-то ты шмац-то уже прокинул, что он там с кем-то там вась-вась что-то там разговаривал, типа, они вроде бы улыбаются, машут, говорят, окей, давай шатать, я прикалываюсь, ребят. Ну, он там пробросил мысль, что с кем-то он уже разговоры ведет, вот, может, он сам с собой дома разговаривает, ему кажется, что он с ними общается, может, он где-то уже придумает, мы не знаем, но, как говорится, это симптом того, что, скажем так, вот они пытаются, скажем так, через этих зайти, говорящих голов, ну, эти, которые, знаете, куклы, которым это руку в жопу вставили, они вот так вот делают, вот две такие куклы нам, значит, делают заход к нашим капиталистам замечательным, прекрасным, которые сейчас перестали черные икры жрать, меньше стали, вот, у них там счета миллиардные, забанили, значит, дети у них в Ниццу, Милан не поездят, в общем, особняк, нельзя в Лондон съездить, яхту арестовали, ну, жизнь не удалась, вот все, плак-плак, хнык-хнык, вот к ним, значит, им говорят, к ним обращаются, значит, ну, этот, как он, тревожный-то это звоночек, то есть, это лишний раз нам подчеркивает, что, подчеркивает, что самое-то главное, что мы какой месседж должны вынести, вот мы все народ, на который они все ссылаются, им вообще до этой, да, 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 понятно до чего, плевать они на него хотели, вот тупо вообще срать большой кучей, извините за грубости, народ тут вообще не, народ не выиграет, не выиграет вообще ни при каком раскладе, мы уже и вас готовы оставить, вы только пододвиньтесь, откупитесь, мы тоже к кормушке хотим присосаться, вот, прям, открытым текстом, и если раньше всю эту, всю эту риторику их тухлую, гнилую, блин, они хоть как-то и вуалировали, несли там за общие положения, за все хорошее против всего плохого, сейчас раскрылись в полный рост, это важно показывать тем, кто им верит, кто уверен, что они действуют в интересах народа, ни хрена в интересах народа они не действуют, они действуют в интересах себя и своих бенефициаров, и кто, собственно говоря, им башляет в тех интересах, они и пургу несут, вот и все, и только, грубо говоря, сейчас они вот раскрылись в полной красе, и мы можем открыто, пользуясь именно их выступлениями, это показать, как-то так. Две мысли, значит, хочу добавить, мысля первая, всегда так интересно наблюдать, когда в периоды социально-экономического кризиса, ухудшения социально-экономического положения жизни граждан, когда в период перспективного политического кризиса, насколько активно вылезают из каждой дырки разные мрази, либерального толка, право-радикального толка, они прям, знаешь, вот как эти подснежники после зимы прям появляются, какой-то я им уж больно художественную сейчас метафору. Они как то, что собачка наделала, вот снежок сошел, вот они появляются. Ну вот это как вариант. Это первый момент. И второй момент. Меня, что во вчерашнем стриме, когда мы говорили о съезде народных депутатов, помнишь, что вот в симптомах вот этих вот пациентов поражает следующее. Вчера съезд народных депутатов, значит, рассказывали о том, что они готовы представлять интересы россиян перед международным сообществом. Граждане, а вам кто такие полномочия-то выдал, ёпт вашу мать? Кто такие вообще? Кто и когда? Мем вспоминается. Это первый момент. Я вас не выбирал. Это вот что касается, значит, вчерашней истории. То же самое Кац и Соболь. Кац, который сегодня нам 15 минут рассказывал о том, что, обращаясь к российскому олигархату, о том, что мы вам всё простим. Мы вам всё простим, и яхту вернём, будете, значит, в Ниццу на ней плавать. Лучше прежнего. Максимка, Максимка, окстись, кто тебе выдал полномочия? Мандат. Значит, от лица россиян рассказывать, чё ты там, кому собираешься прощать. Мразь ты либеральная. Прощалка ещё не выросла. Ну, делят уже что-то непонятное. Да, и это всё я веду вот к той закономерной мысли, что, во-первых, уже начали делить шкуру нездохшего медведя, а во-вторых, они в процессе делёжки как-то совершенно не включают такой субъект, как общество. Народ, народ. Народ. Народ как-то вот где-то оставлен всё время за рамками. За бугром. Почему-то. Он глубинный, он не поймёт. Ему сильная рука нужна, ты не поняла. Да. Это те хоть про сильную руку не говорят. Им нельзя про сильную руку говорить. Вот. И на самом деле... Может, они друг другу в глотки вгрызутся? Нет, понимаешь, в чём дело? Как я понимаю, либеральные... Нет, либералы, они... Во-первых, либералы не консолидированы. Я не уверен, что они как-то сконсолидируются. Ну, просто, как бы, я считаю так, что у либералов разные... У Каца и Соболи все эти шишоблы, у них разные бенефициары. То есть, если бенефициары договорятся, то эти куклы с рукой в жопе договорятся. Вот. С провоками сложнее. Провоки не считают либералов за людей традиционно, потому что провоки... Ну, вы их видели. Шатмаровский вообще. Понимающий культ грубой силы. Всё в лучших традициях австрийского художника. Его выступление про немецкую молодёжь в фильме «Обыкновенный фашизм». Посмотрите, охереете, извините за грубость. Вот. Они либералов за людей не считают. Вспомните позицию того же самого Бенита Муссолини про фашизм. Уже, как говорил, фашизм есть третий путь. Без либерализма, потому что про либералов он вообще их за людей не считал. И без коммунизма. Ну, понятно. Вот. Поэтому либералы... Я не верю в том, что либералы могут договориться с провоками. Потому что провоки к ним... А что у вас такого есть, чего у нас нет? У нас есть своё правительство, свои вооружённые люди. У вас что? У вас только говорят... Ну... Ну, возможно. Но... Нет, вот только по компромиссу, что либералы, имея бабки от бенефицаров, купят их как боевиков своих. То есть вот такой вариант. Он как бы, мне кажется, возможен. Ну, видишь, мы слишком плохо знаем этих провоков в каком плане. Насколько они продажны. То есть есть же просто... Есть отморозки, которые отморозки идейные. Вот просто... Просто вот они... Просто... Просто идейные отморозки. То есть их купить нельзя. Их можно только застрелить, поставить тех, кого можно купить. Вот я не знаю про этих персонажей, насколько они идейные отморозки. Хрен его знает. Вот. Потому что, как правило, в правой среде есть идейные отморозки. Ну, то есть... Которые их деньги не мотивируют. Их там... Чистота арийской расы вся эта... Хурма цепляет настолько, что им вообще на бабло по большому счету плевать. Вот. С ними будет сложно договориться. Либералам рассказываем про деньги. Вот. Вот. Собственно говоря. И тут нужно понимать, что никоим образом никто... То есть, как сказать... Вообще, этот стрим, он затевался для... Наверное, для публики, которая смотрит каца. Вы знаете, как это? Кто-то у нас спрашивает, как аргументы. Вы скидываете этот стрим и позырите. Скажите, вот ваш персонаж любимый раскрылся, собственно говоря, в этой... В полной красе. Вот. Никто не оправдывает существующего капиталистического режима в нашей стране. Все, как происходил процесс распада СССР, ограбления трудового народа и потом, грубо говоря, выкачивание средств из страны, это как бы и все мы так поняли. Вот, что говорит, сейчас варьё на варье и варьём погоняет. Вообще, тут никто никаких иллюзий питать не должен. Вот. Просто в данном случае, как бы, цель была раскрыться, потому что они реально раскрылись. Ну, какие вопросы могут быть? Вот прям, я вот как это услышал, сказал, надо про это говорить, потому что, наконец-то, эти тоже в полном... в полной... в полностью раскрылись. Вот после этого, я считаю, что вообще нет смысла отсматривать какие-то за ними материалы и что-то следить. Потому что риторика... Только если они перейдут к каким-то... к какой-то широкой практической деятельности. Будут организовывать какую-то коалицию. Вон, как эти ребята из съезда народных депутатов начнут принимать конституции, придумывать название новой стране. Формировать правительство. То есть, начинать некоторым образом сотрудничать с международными организациями, правительствами разных стран, может быть, только в этом случае, да. То есть, от вот этих, вот, так сказать, этих поглаживаний и разминаний уже конкретной практической деятельности, в которую, если честно, я не верю, потому что отмашки бенефициары им не дали, а они сами по себе, мне кажется... Ну, вот это мое частное мнение, могу ошибаться, они политики, ну, абсолютно ни о чемные. В общем, если Кат свои выступления читает с листа, ему кто-то пишет, какой из него нахер политик вообще? Как он может вести на равных диалог о политике с кем-то? Ну, это мое мнение, я могу ошибаться, но... Слушай, а вот этот вот последний-то скандал в либеральной тусовке по поводу Леонида Волкова, он ведь, по-моему... Фридман за Фридмана просил? Да, за Фридмана топил. Просил, да. Снять с него санкции. Видимо, они... Вот это, к слову, про тех правильных олигархов, которые с позиции не определились, которых можно переманить на свою сторону, и которые так-то оказываются вполне себе ничего, и договариваться с ними можно, и не мрази они, значит, которые тут участвовали в преступной деятельности. Нормально все, все в порядке. Ну, вот это просто в копилку лицемерие. Вот если все это пособирать, то тут нехило набирается. Набегай, да. Ну что, посмотри, может, есть какие-то вопросы? Я предлагаю по Сталину, если будет у нас время, его сначала отсмотреть, а потом уже... Можно просто попробовать включить, хотя бы элементарно, начало 3-5 минут посмотреть, чтобы понимать серьезность аналитики Соболи. Там уже мы определимся, если там реально какие-то аргументы, которые есть смысл разбирать в рамках отдельного видоса, мы просто сделаем отдельный видос. Потому что, скорее всего, там просто накиданы клише, мне кажется, из разряда «съел детей», «проломил ледорубым голову». Я предлагаю сначала поотвечать на вопросы, если они есть, но я думаю, нет. Ну, скорее всего, там просто была куча комментариев. Ну да, посмотри, есть кто-нибудь, Капсон, написал слово «вопрос»? Мы это не просили. А, ну так все традиционно, кто нас смотрит, знают, что так надо делать. Не, ну не хочешь смотреть, давай сразу перейдем. Нет, ну вопросов я прям не вижу. Ну, в смысле, там много комментов, но вопросов я не вижу. Давайте сделаем так, товарищи, у кого есть вопросы, вы их сейчас пишите, как вопрос Капсон, да? Вот, мы начнем отсматривать эту дичайшую дичь про то, как Сталин убил лично ледорубом Троцкого, видимо, его съел потом. Вот. Хотелось еще пошутить как-нибудь некрасиво про то, что еще изнасиловал ледорубом. Ну, я не буду так шутить. Давай, тогда перейдем. А если будут вопросы, просто товарищи продублируйтесь. В общем, вы пишите вопросы, мы сейчас начнем. Три минуточки уделим этому кринжу. Вот. И потом поотвечаем на вопросы и будем закругляться. Так. За что меня заставляет набирать это здесь? Любовь и голуби, вот лучше посмотреть, ребят. Давайте кинчик поглядим. Да. Ой. Ой. Что-то как-то оно это... Если ты хочешь сказать, что оно поправилось, то там уже сказали в чате. Значит, преследование, нападение... Путин! Ну, Путин, сразу с Путином. Причем тут Сталин-то и Троцкий, если Путин опять... Я, кстати, думала, что здесь будет тема такая из разряда. Опять же, обращение к российскому олигархату. Если вы не разделаетесь со Сталином, то Сталин разделается с вами. Да-да-да. Ну, давайте. Ну, уже заход. Что, опять Путин плохой? Путин, уходи. Очень хочет быть похожим на Сталина. Например, он любит возвращать ему советские названия. Но, к сожалению, этим сходство не... В Мариуполе переименовали площадь в площадь Ленина. Так не в слогике Сталина, ты больная, что ли? Но она не знает разницы между ними. Это как этот, в Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это три разных человека, да? Знаешь, это шутка? Нет, подожди, я пытаюсь просто сообразить логику. Нет, нет. Значит, если Путин... Путин очень хочет быть похожим на Сталина. Например, он любит возвращать ему советские названия. Кому ему? Кому ему он любит возвращать советские названия? Путину Сталину советские названия любит возвращать. По почте. Это очень сложно. Я пытаюсь действительно... Что, ты не издеваетесь? Я действительно пытаюсь понять причинно-следственную связь. Смотри, Сталин изображен с литорубом, прикольно. Да. Сейчас, подождите, я ловлю ее. Так, хорошо. Ты столько не примешь, чтобы это поймать. То есть, если, значит, именем этих советских, там, партийных деятелей, героев Великой Отечественной войны, называют улицы, например, или революционеров советских, это значит, что хотят быть похожими на Сталина. Правильно? Непонятно, почему. Я уже не могу. Непонятно, почему. Я уже пять секунд прошла. Непонятно, почему тогда... Ну да, Ленин не... Ну ладно, все. Все. Можно закончить. 24, давайте, три минуты посмотрим. Товарищи, кто-то нам там донатил на восстановление после просмотра КАЦА, можете начинать на восстановление после просмотра этого. Но, к сожалению, этим сходство не ограничивается. Путин, как и Сталин, ни во что не ставит жизни людей. Чего ты это взяла? Стоп, чего там он взял? Сельсинки-то тут при чем? Органичивается. Путин, как и Сталин, ни во что не ставит жизни людей. Бомбардировки Сельсинки 30 ноября 1939 года. Так у нас вообще-то и в это русско-финское шло. Да ведь? Ну да. А бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, кто там отдал приказ этот? Гарри Трумэн? Президент, да. Он тоже Сталин? Тоже Сталин. Тоже Сталин? Ладно, пусть тоже будет Сталин, не важно. Людей бомбит мирные города, депортирует людей с захваченных территорий, при нем в тюрьмах массово пытают заключенных. А еще Путин, как и Сталин, ненавидит политическую конкуренцию. Погодите, а ладно, а есть доказательства, что при Сталине пытали людей? Давай, ты просто... Депортировали. Нет, про депортировали, ладно. Вопрос в том, что... Да нет, просто ты когда вкидываешь, ты что-нибудь хотел бы аргумент приводить. Нет, у нее есть, ты не понимаешь, у нее есть аргумент. У нее есть картиночка и картиночка. А вот одна картиночка, подтверждающая, что Путин и Сталин одно и то же, про Сталина. И картиночка здесь же про Путина. А вот почему-то про пытки, никаких хоть документов нет, что там запытали в лагерях. Вот, тут тоже как-то... И пытается уничтожить ее всеми возможными способами. Да, уничтожить оппозицию. Сегодня я расскажу вам трагичную, но захватывающую историю о том, как Сталин устранял своего конкурента, Льва Троцкого. Я расскажу, с какой безумной жестокостью Сталин уничтожил семью и соратников Троцкого. Как Троцкий пережил нападение, во время которого люди с автоматами 10 минут расстреливали его спальню. И как он спас жизнь своему убийце. Но прежде чем мы начнем... Герой. Герой. Подождите, а у нее списочек литературочки есть под видосиком? Прикалываешься? Она походу будет говорить, на что она опирается? Нет, нет. Ставьте лайки, чтобы это видео увидело больше людей. И подписывайтесь на мой YouTube канал. Не за что. Сталин был одним из лидеров революции 1917 года. Ну факт, хорошо. Некоторые историки считают, что его роль в революции была ключевой. Он создавал Красную Армию и командовал ей во время Гражданской войны. Его называли демоном революции. На парадах его портрет носили рядом с портретом Ленина. Черчилль писал о Троцком. Как раковая опухоль он рос, он терзал, он убивал в полном соответствии со своей природой. Он поднял бедных против богатых. Он поднял нищих против бедных. Он поднял преступников против нищих. Все случилось так, как он хотел. Откуда эта цитата? Ой, не знаю. Товарищи, старая царская Россия была скована поединно железным обручем насилия и произвола. Во время последней мировой жестокой войны этот обруч сломился и распался. И вместе с тем распалась начальщики старая царская Россия. Троцкий был вторым человеком в стране после Ленина. Но все изменилось, когда Ленин умер и началась внутрипартийная борьба, в которой победил Сталин. Сталин видел в Троцком угрозу сильного политического конкурента. В 1927 году Троцкого исключили из коммунистической партии и отправили из Москвы в ссылку, в Казахстан. А в 1929 и вовсе выслали из Советского Союза. Из второго человека в стране Троцкий стал тем, чье имя было опасно произносить. Его стирались фотографии, его имя вымарывали из книг, а его сочинения были строго запрещены. Последние 10 лет жизни Троцкого были очень тяжелыми. С одной стороны, большинство коммунистов в тот момент восхищались Сталином, которому Троцкий противостоял. С другой стороны, вся белая эмиграция и правительство европейских стран заслуженно считали Троцкого человеком, который утопил Россию в крови во время гражданской войны. Чего она сказала? Белая эмиграция считала Троцкого человеком, который утопил Россию в крови. А про белый террор что-нибудь расскажем, нет? Белая эмиграция, а? Нет. Ничего не будем говорить? Нормально? Все в порядке? Да, там как-то некрасиво получается, там дети зарубленные шашками как-то не вписываются в концепцию очень сильно. Нормально. Гражданской войны. В результате Троцкому в Европе не были рады ни левые, ни правые. Его ненавидели, его боялись. Его никуда не пускают. Ты кто? Нет. Убери ее. Это же этот автор книги про пропаганду. Да, 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 у нее есть книжка о пропаганде. Отвратительная книжка, 200 страниц ни о чем. Все, ребят, ну авторитеты охренеть. Вон, давайте я могу сейчас эту Еву Дмитриевну разбудить, она вам про Троцкого расскажет. Погодите, а он... Сейчас, подождите. Она историк, по-моему. Мне интересно, у нее специализация какая? То, что она историк-то, я знаю. Она в школе преподала. То, что она несет дичайшую чушь, я знаю. А что у нее за... Главное, что она либеральная, либеральная. Да, погодите. Урок истории с Тамарой Эдельман. Значит... Ну, понятно. Помогает Алексею Навальному. Гдудю ходит. Это все понятно. Что либеральная, это понятно. Поэтому другого историка не нашли, поэтому он у нее Будда. У нее про специализацию меня интересует. Она историю, по-моему, в школе преподавала. У нее педагогическая, по-моему. Но я могу ошибаться. Была заведующая кафедра история. О, а где? Работала в школе 67 в городе Москвы. В качестве учителя истории и общества знаний позже в должности заведующей кафедры истории. Где? Непонятно. А, ну тогда понятно, что непонятно. Окончила по специальности историк учитель со знанием иностранного языка. Так она периодически закончена. Непонятно, товарищи. Ничего не понятно. Рассуждает на разные исторические темы. Блог включает в себя более 190 лекций. Авторский цикл у нее против течения истории гражданских конфликтов. В общем, все понятно, что авторитет из нее херовенький. Он пытается добиться возможности поехать лечиться в Германию. Его не пускают. Во Францию. Его не пускают. Единственное, его пригласили выступить в Копенгагене. Это для того, чтобы они дали... Давай. Ехали от Стамбула до Копенгагена. Понадобились такие невероятные усилия. Когда они делали пересадку во Франции, их сторожили. Их ввели под охраной. Нигде не давали останавливаться. Как только он произнес эту свою лекцию в Копенгагене, ему не дали задержаться ни на час, его отправили обратно. Один из социал-демократических адвокатов взял на себя хлопоты по обеспечению мне права въезда в Германию. Через несколько дней я получил от него телеграфный запрос о том, каким ограничениям я согласен подвергнуться во время своего пребывания в Германии. Я ответил, намерен жить совершенно изолированно, вне Берлина, ни в каком случае не выступать на публичных собраниях, ограничиваться писательской деятельностью в рамках немецких законов. Но дело на этом не остановилось. Через несколько дней я получил новый телеграфный запрос, не согласен ли я приехать в Германию только для цели лечения. В ответ я телеграфировал, прошу, по крайней мере, предоставить мне возможность провести абсолютно необходимый мне лечебный сезон в Германии. Ко времени пасхальных праздников в немецкую печать проникла новая нота. Согласно газетным сообщениям, я недостаточно безнадежно болен, чтобы получить возможность доступа в Германию. Таким образом, в течение нескольких недель демократии... Ну, я не знаю, они бы хотя бы в Троцке въезде в Германию, они бы хоть, не знаю, какие-то книги указывали, что ли, откуда это взято. Все это воспоминания Троцкого или Троцкий, что там... Ой, ой. Тротический принцип подвергся трехкратному усечению. Право убежища превратилось сперва в право проживания на исключительном положении, затем в право лечения, наконец, в право кладбище. Но это значило, что оценить преимущества демократии в их полном объеме я мог бы уже только в качестве покойника. Троцкий называл свое положение «планета без визы». В 1937 году Льва Троцкого согласилась принять Мексика. В это время в СССР Сталин устроил большой террор. НКВД выдумывало вражеские организации, арестовывало невиновных людей... Выдумывало. ...и выбивало у них признание под пытками. Сталин проводил в Москве публичные судебные процессы. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы. Тирану власти называют всех, кто ему мешает, иностранными агентами. Звучит очень знакомо, правда? На московских процессах бывшие соратники Троцкого – Бухарин, Каменев, Зиновьев. И многие другие рассказывали, что сговаривали с Троцким, были террористами и готовили убийство Сталина и руководителей партии. Естественно, все это было чушью, но бывших соратников Троцкого приговорили к расстрелу. Наша страна от малого до старого ждет и требует одного. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. К этому моменту советская пропаганда сделала Троцкого буквально символом зла. Пропаганда сильно преувеличивала возможности Троцкого и рассказывала советским гражданам, что троцкисты заполонили СССР и неустанно пытаются его уничтожить. Вот пример, показывающий, какое безумие тогда там творилось. Это номер ежедневной газеты «Коммунист» от 21 апреля 1937 года. В нем было напечатано совершенно обычное фото котельной. Но работники НКВД разглядели, что листья на фото образуют лицо Троцкого. Чтобы увидеть в этом фото хоть чье-то лицо, нужно очень постараться. Тем не менее... Я не знаю, что за чушь она тут несет. Надо, короче, поднимать эти газеты, смотреть. Я в первый раз об этом слышу. Ну и вот замечательный источник информации. Не выписка из архивного дела, а вот... 52 недели после выхода газеты расставали авторы снимков от репортера Всеволодовского Мандроя, художника Рятошова Владимира Центна Роскобой. На обоих завели уголовные дела. Примерно через 2 недели о вражеском фото и первых результатах следствия из Киева доложили наркоматуре ДТТ. Издание «Настоящее время» — современный сайт. Че к чему? Да там, я думаю, все такое. Давайте чисто сейчас потыкаем, потому что... Ну, я не знаю, скорее всего, если это и надо разбирать. Это надо разбирать, посмотрев вот эти газеты и подняв вот эти уголовные дела, потому что мы о них не слышали. Я, например, слышала потом первый раз. Его преследовали личные трагедии. Большинство из этих трагедий связаны с тем, что Сталин пытался уничтожить всех. Всех уничтожил. То края дочь Троцкого Зинаида тоже болела туберкулезом и тяжело переживали. А затем 9 лет ссылки в Якутии. В ссылку также были отправлены ее пожилые родители. Старший сын Троцкого Лев Седов. Один из его ближайших документов он собрал уже после высылки. Вооружившись этим огромным архивом, он приступил к разоблачению Сталина и его политики. Последние годы жизни Троцкий писал подробную биографию Сталина. Троцкий писал о вещах, о которых до него практически никто не рассказывал. Например, он написал, что у Ленина последние годы жизни был конфликт со Сталином. В первые два месяца, 1923 года, больной Ленин готовился открыть решительную борьбу против Сталина. Он опасался, что я пойду на уступки и предостерегал меня. Сталин заключит гнилой компромисс, а потом обманет. Не, ну после смерти Ленина можно, конечно, чего угодно рассказывать. Эта формула, как нельзя лучше охватывать дело социализма, судьба дала мне счастье быть ее мужем. В течение почти 40 лет тяжелой головой я вообразил сперва, что за оградой происходит народный проект. После покушения Троцкий превратил свой дом в настоящую крепость. В стенах были уступки какие-нибудь спекулянты с фашистскими наклонностями. И, возможно, в безоблачное небо Меркадер был в шляпе и с плащом. Охранники хорошо его знали и не стали обыскивать. А очень зря. У Меркадера специально пришит их внутрь. На его окровавленную голову лед. И тут я все понял. По дороге в больницу в Мехико Троцкий потерял сознание. На следующий вечер он умер на руках у Натальи. В далекой от России Мексики, где Троцкий прожил всего несколько лет, проститься с ним пришли три Советского Союза. Ведь те, от кого его личность пытались скрыть, и мексиканские власти, и сторонники Троцкого, и спецслужбы заинтересованы. Меркадера отпустили из СССР только на эту тему. Ощущение напрасно загубленной жизни Троцкого и своей собственной, похоже, преследовала Меркадера. Больше всего его разочаровали. Я ему ответил. Тебя больше других, Рамон. Тебя больше других. Сопереживаете ли вы в этой истории Троцкому или Меркадеру? Или вы не можете сочувствовать ни одному из них, как я? Пишите в комментариях и делитесь этим роликом с друзьями. Короче, я не знаю, насколько стоит вообще, в принципе, это разбирать. Потому что, во-первых, что касается базы источников, я увидела, что здесь, кроме сайтов по типу «Радио Свободы» и «Настоящее время», есть ещё и... Только нарративные источники в воспоминаниях Троцкого. Да, воспоминания Троцкого. Ещё есть, значит, цитаты Эдельман, великого специалиста вообще во всём. И ещё какие-то мутные истории с газетой и человеческим лицом. Я даже не знаю, насколько мы, возможно, серьёзно об этом говорим. Вводят, опять же, в «Радио Свободы» ещё какую-то херню. То есть, не знаю, не цитаты с каких-то протоколов. Уж протоколов-то там при желании. Уж если вы так решили копать на полный штык, у них там супер-мега-расследование, они там про всякие дворцы снимают, то уж тут, извините, чушня обычная для лохов. Разобрать, конечно, можно, исключительно для либеральной аудитории. Опять же, сделать нормальный видос. Не знаю, насколько имеет смысл. Времени жалко на это всё. Потому что что-то мне подсказывает, что, в общем-то, аудитории, если честно, пофигу будет. Да, им главное, что это Соболь сказала. Вопросы есть там? Да, сейчас посмотрю. Вопрос. Кто, в принципе, может скупить предприятия при развале СССР, если нет возможности накапливать капитал при социалистической системе? Там вообще-то с 1986 года они нормально себе капитал накапливали. При социалистической системе деньги были для того, чтобы скупить. Того же самого Лебского, почитайте, капитализм в СССР, а капитализм в России с 1986 по 2018 год. Там все схемы описаны, как капиталы в СССР в период перестройки создавали. Да и, как показывает практика, для того, чтобы получить предприятие себе в частную собственность, совершенно необязательно иметь даже иногда деньги соразмерные стоимости этого предприятия. Достаточно просто находиться в политической системе власти и вот участвовать в залоговых аукционах, например. Почему бы нет? Так что тут схем, на самом деле, как получить собственность после развала социалистического государства, очень и очень много. Какие олигархи самые ненадежные для гаранта и верхушки? Так и хочется ответить любимой фразой, в сорта говнарей не разбираемся. Ну, в том плане нам никто не докладывает, откуда мы можем судить их лояльность. О каких-то, да, внутриполитических их разборках мы можем знать. Как это ни парадоксально, тут и личные качества влияют, кто более стойкий к всяким нервозным ситуациям, кто менее стойкий. Знакомы ли вы с товарищем Камоловым? Нет ли желания сделать совместный стрим или что-то подобное? Нет, мы лично не знакомы, у нас даже, в общем, никакого коннекта с коллективом простых чисел не было. Я не знаю, какой у нас может быть общий предмет разговора. То есть, ну, ребята там делают какие-то свои экономические разборы. У нас несколько другая специфика канала. У нас есть экономика, но и что-то мне кажется, что... У нас есть блок, посвященный советской экономике, который мы постепенно прорабатываем. Материалы у нас выходят как теоретические, так и в формате статей, так и в формате видео. Но вряд ли коллективу простых чисел будет эта работа интересна? Они же это... Камолов же официально назван единственным марксистом, видимо, Российской Федерации, да, экономистом, который занимается вопросами экономики СССР. Поэтому куда нам до подобного рода небожителей? Так, как живет в Израиле, как и я, это вот Георгий. Надо этому кренделю задать вопрос, от чего он на новую родину не посмотрит. Если он такой весь из себя либерал, то ему надо делать отсюда ноги, причем срочно. Он, кстати, в одном из своих последних видео, где он обозревал протесты, которые вот недавно прошли, да, где он рассказывал, что это были протесты в защиту судов и все такое прочее, он там и говорил, что, ну да, сейчас власти в Израиле, конечно, ну, такое право консервативное правительство. Вот, но народ-то, конечно, недоволен. Народ не безмолвствует, требует демократии и за все силушки. У Катса, мы говорим, у него стандарты отсутствуют. У него... Ну, я как вышла сейчас. Совершенно она туда не заходила, чтобы выходить. Не заходила, да. Так, 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 так. Максим, уйди. А кто по политическим координатам? Коммунистические взгляды. Мы это от центра левее немножко. Там коммунисты такие, знаете, которые против частной собственности на средства производства. Так. Знание истории на высоте, ну, это, видимо, или Прессоболь, или Прокальция. Вот зачем так себя марать глупостью? Ну, это, видимо, зачем их обозревать? Пре всего, речь об этом. Ну, мы, по-моему, достаточно ясно ответили на этот вопрос. Как бы... А про последнее я, как бы, вообще смысла не видел. Ну, покрутили, покрутили, чтобы увидеть очередной бред. Я считаю, что есть некоторые лидеры общественных мнений, и особенно лидеры общественных мнений, которые в плане политической системы координат где-то находятся от коммунистических взглядов очень далеко. Если такие люди имеют сторонников, если они имеют большую аудиторию, то, ну, это просто святая задача нас, как их оппонентов, разбирать их бред, показывать их лицемерие, демонстрировать по возможности для их аудитории. Фишка просто в том, что вот сейчас левые медиа гораздо менее популярны, и поддержкой они такой не пользуются во всех смыслах. Материальной поддержкой, там, поддержкой медийных ресурсов, потому что тот же YouTube, он категорически не любит вообще левую риторику, коммунистическую риторику, поэтому он очень хреново продвигает эти материалы. То есть очень много каких-то таких ограничивающих моментов, но заниматься этим нужно обязательно. Я скажу так, я придерживаюсь такой точки зрения, что надо очень метко этим заниматься. То есть скатываться на... А давайте все посмотрим, кацая поржом, какой он дегрот, это жалко времени и сил. Когда есть что по вопросу данного персонажа сказать, то надо говорить. И вот, так сказать, вопрос, где он раскрылся, я считаю, тут принципиально говорить, то, что он несет какой-то дичайший бред про Рим, например. Я хотел разобрать, потом думал, это ж надо что-то смотреть, что-то писать, записывать. Потом дичайший бред про Первую мировую войну, про Крымскую войну, как-то пургу несет. Но вот мне надо бросить, я не знаю, там все, и заняться кацом. Заняться больше нечем, кроме кацца. Где он как политическую физиономию свою раскрывает в полной красе, а там имеет смысл его показывать и тыкать этим в либералов, и говорить, что-то он такой. Есть еще раз. Мне кажется, что просто в данном случае мы, когда это посмотрели, и когда пронаблюдали, как он классно кинул российских трудящихся, просто настолько лицемерно, хотя до этого рассказывал о том, как он выступает за их интересы. Нет, за интересы трудящихся он никогда не выступал, он за этот народ. Он говорит, я же говорю, что он об этом вещал. За народом. Ну да. За граждан. Соответственно, настолько вот уже открытая лицемерие, когда человек просто в видосе говорит, как бы мы сейчас обращаемся к олигархату, пойдем на договорняк, мы оставим вам яхты, только пустите нас к власти. Ну вот просто нужно было сакцентировать на этих материалах внимание, потому что они как-то очень неправильно прошли мимо. Нельзя так. Ну, он сакцентировал. Так. Так, 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 так. Даже природа была за Троцкого. Придется делать вам отдельный ролик по Троцкому. Ой, не знаем. Вопрос, а если либералы не смогут договориться с правосеками? Либералы бывают разные, как и праворадикалы бывают разные. Сейчас, по крайней мере, сугубо мое мнение, очень субъективное, то, что мы наблюдаем, вот, по крайней мере, те либералы, которые представлены в медиа, они идут как-то очень оторваны от праворадикалов. Праворадикалы сейчас своя совершеннодеятельность, они непосредственно участвуют в боевых действиях, они более активно сейчас впряглись в создание вот этого альтернативного российского правительства, более активно они сейчас пытаются входить в контакты там с странами Евросоюза, вот, например, в Европарламенте недавно выступал, Господи, как его... Ну, не важно, клоун этот из этих... В общем, олигарх, ой, ну не олигарх, бывший депутат Госдумы, который инициировал вот этот съезд народных депутатов, как же его зовут, я не помню, я забыла. Ну, не важно. Ну, и не важно. То есть, у них сейчас деятельность совершенно своя, движуха пошла совершенно своя. Вот. Либералы пока вот как-то все более активно в области медиа работают. Они все не могут выйти на более широкое практическое поле, либо они об этом не говорят. Но, опять же, если бы какая-то коалиция была, скорее всего, мы бы об этом узнали, и они бы себя уже как-то проявляли в политическом плане. Вот так вот. Они, по-моему, пока не очень собираются договариваться. Мне кажется, именно праворадикалам совершенно не нужно сейчас с либералами договариваться. У них пока все получается и без них. Ну, не понимаю пока что их заинтересованности в либеральных политиках. Так. Так, кажется, один из ведущих упоминал про Excel-файл, что-то вроде, короче, ответов по частым вопросам. Вы не думали создать что-то вроде Вики? А, ну вот эта тема, помнишь, как-то мы обсуждали, что было бы прикольно, если была какая-то такая условная методичка, где есть какой-то аргумент, либо, например, антисоветский, либо аргумент пролиберальный, где мы бы опровергали эти аргументы коротко. То есть, как отвечать собеседникам, как им какие-то контраргументы приводить на их аргументы. Помнишь, как-то мы обсуждали это в стриме, было бы здорово создать такой файл? Ну, да, наверное. Время бы еще на это найти. Было бы здорово создать, да. Вот только фишка в том, что на это, вот, честно говоря, уже ни времени, ни ресурсов именно кадровых нет. Нет, у нас трибуновцы, которые есть, и так, честно говоря, загружены по самое не хочу. И мы тоже немножко как-то, чуть-чуть загружены. Так, если гикнется YouTube, что будем делать? Работать, приспосабливаться к тем условиям, которые будут, у нас особо вариантов нет. Будем выходить из ситуации как-то. Все, все не забанят, ребята. Что-нибудь да останется. Голубиная почта. Семин, так, что думать о последнем видео Рудова, о Гоблине, а с чем можно согласиться, а с чем нет. Мы, честно говоря, на такой быстрой перемотке его посмотрели. Что, может, я? Ну, ответь. Ну, скажем так, симптоматично, я бы сказал. Первое, это определение фашизма и взятые не... То есть, определение фашизма не по Димитрову, и в конце он его так... Ну, вот, тут я еще приведу такое, знаете, Димитровское определение... Причем он так его характеризует. Димитровское определение, которым вы пользуетесь. Как будто уже... Ну, как-то, в общем, вот. То есть, как бы... То есть, это понятно уже сразу все, собственно говоря. И главное, о предыдущих определениях фашизма и критериях этого фашизма, которые он выделяет, он так уничижительно не отзывается. Да. Очень забавно это слушать. Притом, если мы посмотрим на первые два определения, которые он использует, то у нас фашизм был в Спарте, фашистский фашизм, все ходили в Древнем Риме, местами в Средние века. То есть, такие определения охерительные, что под фашизм что угодно попасть может. Вот. Как бы... Понятно, что человек, который уничижительно относится к единственной верному с классовой точки зрения определению фашизма Димитрова, с ним все понятно. А дальше мое мнение. Мое мнение, хотя, конечно, к Гоблину как бы есть вопросы и убер до хера. А дальше, мне кажется, что там идет процесс, когда все-таки, опираясь на определение Димитрова, пытаются что-то где-то местами подтянуть за уши. Вы знаете, как... где, так как сказать, где оно вроде как бы похоже, но как это, до тождества, до полного совпадения нет. Я бы сказал, что там вот этот элемент манипуляции, знаете, когда вроде как бы похоже, но это не тождественно. И для зрителя, как бы, ну, оно, наверное, нормально сойдет. А так, знаете, чтобы анализировать все, что несет этот Рудуа, ну, нет ни сил, ни времени, он там сейчас много несет себе из селисейских тополей. Но симптоматийно уже мы... Что симптоматийно для нас, мы уже, собственно говоря, сказали. Это уничижительное, пренебрежительное отношение к определению Димитрова и манипулирование как бы дальше аудиторией. Еще меня вот такой момент тоже интересует. Я когда смотрела, я, например, никогда к Гоблину не подходила, вот знаете, с линейкой правильного коммуниста, потому что он себя им никогда по сути не называл. Я вот не помню, что Гоблин говорил, я прям вот, знаете, я вот коммунист. Я вот сейчас утратаю тут заклассовую борьбу, я вот говорю, что необходимо свергать буржуазию. То есть он, да, говорил, что он левый, причем он левый такой, патриотический левый, по-моему, как он сам себя называет. Поэтому, блин, если чувак себя коммунистом не называет, то я к нему не буду бежать с линейкой. Говорит, ну-ка стой, сейчас я посмотрю, насколько ты правильный коммунист. Ну, то есть, потому что, ну, несоответствие реального и действительного. Рудой пытается его измерить как какого-то правильного коммуниста. То есть и критикует его именно с этих позиций. Вот. Что касается там фашизма, не фашизма, ну, как по мне, у Пачкова очень правильная правильная такая пропаганда. Она во многом охранительская сейчас. Это факт. Я не знаю, кто сейчас будет с этим спорить, но мне кажется, это данный, с которой спорить не будет никто. И многие его высказывания, они весьма и весьма кажутся странными. Ну, то есть, как бы, местами, я бы даже сказал, неприемлемыми. Но... Ну, просто вот... Ну, просто вот то, как это делает... Просто надо же было уехать во Францию, чтобы начать наезжать на Пучков. Как будто не на кого больше наезжать, не на кого нам сейчас... Некого нам сейчас еще больше критиковать. Так, там что-то... Георгий написал по-моему, что-то про Провоков. Так, посмотрите на Провоков в Украине. Они тоже выглядят суперпринципиальными, однако все равно их купили, в том числе теплыми местами в силовиках. Нет, ну, подождите, мы же не говорим, что их невозможно купить. Мы говорим, что есть какой-то процент абсолютно отбитых, как бы, идейных Провоков. И вот они весьма и весьма могут быть. И с ними, например, договориться не получится. Где они находятся, а хрен его знает. Может, это нижнее звено, может, местами верхнее. Откуда мы знаем? Мы не знаем, просто предполагаем. Вопрос. Последний ролик от канала Думай, сам думай сейчас призывает к практической деятельности. Как вы оцениваете его с правовой точки зрения? Мы не смотрели. Мы еще не смотрели. Нам очень много, кто его покидал. Мы посмотрим, но пока еще не успели, поэтому прокомментировать никак вообще не можем. Что думаете о последнем ролике Рудова про российский фашизмный экспорт? А вот его мы не смотрели. Так, Рудой согласился с теорией Попова про фашизмный экспорт, но только в отношении России. Не знаем. Посмотрим, прокомментируем, потому что... Рудой может согласиться с чем угодно. Зачем защищать Гоблина? Он что, очень хорошо себя ведет, это его хранительство имеет очень печальные последствия. Погодите, чтобы кого-то ругать, нужно иметь какие-то аргументы не с позиции, что он плохой. Мы только что сказали, что к нему куча претензий по поводу того, что он говорит, и что у него риторика местами такая весьма права. Где мы его тут защитили? А, то есть мы его защитили, потому что вместе с Рудым фашистом не назвали. Ну, извините, мы не должны обслуживать ваше желание, кого нам как и называть. Вот и все. Кто его не защищает? В вашей голове его кто-то защищает, мы его не защищаем. Горлицкий прямо говорит, что Почков без пяти минут фашист. Вот эта вот тема, вы знаете, уже фашист, почти фашист, без пяти минут фашист, недофашист и так далее. Я не очень понимаю, к чему сейчас вообще нас приведет, если мы повесим на Почкова клеймо фашиста. Мы партию завтра из этого построим. Мы слышим то, что он говорит. Мы в состоянии это анализировать. Мы в состоянии это оценивать, то, что там это условно какая-то хранительская риторика, правая риторика и так далее. От того, что он без пяти минут фашист или уже фашист, как говорит Рудой, например, или просто зрители. Но до этого по факту ничего не поменяется. Надо слушать, что он говорит, анализировать это и делать выводы. Мне просто вопрос, а мы уже партию с вами, ребята, построили. И у нас последний пункт решить вопрос с Почковым, чтобы закрыть вопрос партии. Мы тут, вот у нас уже партия, вот мы сейчас уже на съезде, и нам вот надо этот вопрос его закрыть, чтобы партия была. Так что ли? Понимаете, эта проблема заключается в том, что, ну я не знаю, ну считаете вы его фашистом, но не смотрите его. В чем проблема-то? Как бы, у вас цель какая? Посмотреть все ролики Рудова, кого он как обосрал или как это. То есть, понимаете, в чем дело? Ведь проблема заключается в том, что это все, по большому счету, технический шум. То есть, разоблачительные разоблачения, они зачем нужны? То есть, как бы, что нам пытаются этими разоблачениями сделать? То есть, понимаете, в чем дело? Вот мое мнение, оно, вы можете с ними соглашаться, можете как угодно меня назвать, мне по барабану. Но есть вопросы принципиальной важности, и есть вопросы сопутствующие. Принципиальная важность заключается сейчас в помощи тем левым, которые что-то делают. Какую-то там организационную деятельность, ведут, что-то там ковыряют, получается у них, это не получается. Путем проб и ошибок они наработают практический опыт, который в перспективе пригодится не нам-то, кому после нас, кто придет. Вот. Эта деятельность важная, потому что, грубо говоря, первостепенная задача у всех левых, это партия, выражающая интересы рабочих. Ей пока не пахнет, не завелась она, не зародилась, ничего не вообще там, дайко не родился, который должен поваляться. Это одна из первостепенных и важнейших задач, в направлении которой нужно, там, не можешь бежать, иди, не можешь идти, ползи, не можешь ползти, лежи в этом направлении, да? Вот. А все остальное, это проблемы, грубо говоря, сопутствующие. Вот. И мне кажется, что, вот почему я, например, не смотрю ролики Рудова? Ну, мне, во-первых, времени жалко, а во-вторых, ну, как бы, ну, да, просто времени жалко. Я могу это время что-то более полезное проинвестировать. то есть, как бы, от того, что он мне откроет глаза на Пучкова или не откроет, мне вообще не холодно, не жарко, не тепло, не вообще никак. Вот так вот. Так. Вопрос. Если у Пучкова правая пропаганда, то сколько он людей направил на левые взгляды, конкретно на YouTube площадке? Началось. Мы не сказали, еще раз, мы сказали, ну, по крайней мере, я сказала о том, что у Пучкова довольно много охранительской риторики. Прям, прям очень много. Но, по-моему, еще раньше я сказала, что сам он себя называет левым патриотом, ну, в общем, что-то из этой области. И левой риторики у него тоже довольно много, и раньше было гораздо больше, поэтому в период своей активной деятельности и левой риторики он много людей привел в левое движение. Все же, все же, понимаете, все же не статично, все же развивается, и человеческие взгляды меняются, и то, какую пропаганду человек несет в массы тоже меняется. Мы же не можем его как какое-то замерзшее явление рассматривать. Поэтому, раньше было меньше охранительской риторики, сейчас больше. Провеет человек. Чего бы нет-то? Так, цель Рудо в ролике про Гоблина убедить Клим Санча в том, что с Гоблином водиться нехорошо. У Клим Санча наверное своя башка есть на плечах. Он, наверное, общается с Гоблином, он, наверное, смотрит материалы Пучкова, и он, наверное, сам в состоянии принять решение, с кем ему общаться, с кем ему сотрудничать, и мне кажется, что Рудо вообще никак на это повлиять не может. Поэтому это просто с точки зрения Рудо о попытках хайпануть. все. Он отлично знает, что он Жукова ни в чем не переубедит. Не надо вот это вот рассказывать, ну это хрень какая-то полнейшая. У меня сейчас такое ощущение, что я в детский сад попал. Что мы обсуждаем? Я не знаю, просто... Вопросы нормальные есть по существу какие-то? Нету. Вот я не хочу обсуждать это все. Ну, как-то очевидные какие-то вещи. Так, он пишет, короче, вам Гоблина ругать можно, а Рудому нет. Рудовой может заниматься всем, чем хочет. Нам, в принципе, совершенно пофиг. Но то, что материал у него говеный, вот мы говорим, что он говеный. Особенно в части вот этой вот первой, где он определение фашизма выкатывает, это просто кринжатина. Проблема в том, что для многих висит левый движ, просто развлечение вместо мультиков, поэтому обсуждают сречь вместо дела. Так точно. А зачем тогда Кац обвинять в том, что он продал какой-то там народ, он же не левый? Ну, типа, что Пучкова... Может быть, потому что у Кацов аудитория, который ему верит у одного больше, чем почти у всех крупных левых блогеров, и может быть, потому что количество людей, придерживающихся либеральных взглядов моего возраста и гораздо моложе, гораздо больше, чем сейчас левых, и они ему верят, а тут такая уникальная возможность, где он раскрылся об этом поговорить. Так, сейчас я вопрос открою, у меня телефон разрядился, я сейчас перелезу в так, в чат. Вот это... А, уже мы внизу? А, вот, вижу. Так, кстати, про партию. Майснер говорит, что коммунистам партию делать надо, на вопрос, кто ее сегодня зарегистрирует. А, не надо Майснер, Реми, как раз не говорит про необходимость создания легальной партии. Легальной, чтобы вы понимали, мы имеем в виду в том, что в том плане, что она должна быть зарегистрирована. Ну, естественно, а какие-то... Ну, знаешь, сейчас набегут. Ну, да. Он просто имеет в виду создание коллектива, организации в перспективе партии, которая себя будет таким образом позиционировать. В общем, и все в таком духе. Не буржуазной партии для участия в выборах. Потому что регистрация нужна официальная, только для участия в выборах. Да. И для этого, в общем, есть КПРФ. Потому что что-то другое, помимо КПРФ, с коммунистической риторикой точно сейчас не пропустят в парламент. И ее сама КПРФ не пропустится. Или как какие-нибудь эти всякие. Да. Потом Сурайкин. Так. Какой Пучков патриот на БМВ? Ну, это к Пучкову вопросы. Мы даже с Пучковым не сотрудничаем никак. Это вообще не к нам вопрос. Бывает совершенно. Вот вообще. О чем есть. Да. Так. То есть Рудова вы готовы всегда измазать, а Пучкова всегда отмазать. Нам задали вопрос. Десятый вопрос, в чем отмазывание Пучкова, если мы еще раз повторили, что у Пучкова очень много права и хранительской риторики. Или вам нужно, чтобы мы сказали, что он фашист? Или что вам надо, мы не понимаем совершенно. Там маниакальная какая-то настойчивость. Так. Вопрос. Посмотри выше. я написал про то, что Кадж живет в Израиле и жутко лицемерит в отношении двух стран России и Израиля. Так это вообще без вопросов. Так и есть. И мы тут не спорим. Вопрос. Почему не оформляете поликующиеся новые материалы от команды Трибуна в формате статьи Телеграм? Было бы очень удобно в этом формате сразу приложение читать, нежели на других платформах. Вы сейчас прям открыли для меня мир, потому что я не знала, что в Телеге можно отдельно оформлять как-то статьи, как статьи. Это то, на чем нам предстоит. Я погуглю. Спасибо за наводку. Так. Да, усе. Ну что, товарищи, на сегодня все. Спасибо большое всем, кто был с нами. Всем, кто работал трудовому народу. Смотрел всем, кто превозмогал, всем, чья психика выдержала эти несколько часов. Вы герои. Мы тоже в какой-то степени смогли это преодолеть. Два раза посмотрю. Если у вас есть либерально настроенные друзья, знакомые, вы знаете, что нужно делать. Вообще, в идеале, с тайм-кодами, чтобы они не смотрели нашу вступительную часть, можно сразу им куда-то вот поближе к кальцевскому ролику закинуть наш и указать четко время, с какого момента надо смотреть. Вот. Не сильно уверена, что это кого-то переубедит, но может хоть какие-то вопросы в головах у людей поднимет. Ну, вдруг. Сомнений уже очень много. Так точно. Ну и все. На сегодня все. Все. Всем прекрасного вечера и всем до скорых. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok